Девушки отдыхают Девушки отдыхают Разрешите этот съезд объявить открытым Для исполнения гимнов Союза борьбы за народную трезвость Я оптималиста Попрошу всех встать Никто не принуждал нас отказаться От пьяного вина и табака Но осознав для родины опасность Мы стали на защиту от врага Чтоб дать свободу от рабства дурманов Спасти духовность от горьких изъянов Своей отчизне хранить будет верность Союз борьбы за народную трезвость Своей отчизне хранить будет верность Союз борьбы за народную трезвость Как можно примириться, если рядом Наркотики сжигают наш народ А власти все сильнее травят ядом Платя уродов нищих и сирот Чтоб дать свободу от рабства дурманов Спасти духовность от горьких изъянов Своей отчизне хранить будет верность Союз борьбы за народную трезвость Своей отчизне хранить будет верность Союз борьбы за народную трезвость Опомнитесь стоящие у власти Пора кончать отчизну пробивать Иначе не минуют нас напасти А вас ничто не сможет оправдать Чтоб дать свободу от рабства дурманов Спасти духовность от горьких изъянов Своей отчизне хранить будет верность Союз борьбы за народную трезвость Своей отчизне хранить будет верность Союз борьбы за народную трезвость В этом году соратники Первый раз мы собираемся на наш съезд Из величайшего сына России Председателя Союза борьбы за народную трезвость Председателя общественного движения Трезвая Россия Почетного председателя Международной академии трезвости Федора Григорьевича Углова 22 июня этого года На 104 году жизни Он скачался Собирались мы широко праздновать Его 105-летие Но, как говорится, человек предполагает Господь располагает Многим из нас Углов был великим учителем А многим из нас Он заменил и рано ушедших из жизни наших отцов Я попрошу Почтить память Федора Григорьевича Углова Минутой молчания Спасибо Спасибо, сэр Ну, прежде чем Предоставить слово Нашим гостям Для приветствия съезду Я хочу представить Сидящих вот здесь В тесном кругу В президиуме А вчера на Координационном совете Объединенном Было принято решение Президиум посадить Ну, возьмем прямо Слева Слева направо Зайцева Галина Алексеевна Председатель Всероссийского объединения Оптималист Значит Председатель Комитета Председатель Нижнекамского Оптималиста Коновалов Сергей Владимирович Аплодисменты Член правления Союза борьбы за народную трезвость Депутата Амурского Огласного Совета Народных депутатов Дегтярев Николай Трифонович Город Благовещенск Значит Майеров Александр Николаевич Президент Международной Академии Трезвости Нижнего Новгорода Крупская Светлана Петровна Один из руководителей Движения Трезвая Украина И член управления Союза борьбы за народную трезвость Ну а сейчас Слово для приветствия Предоставляется Хозяевам этого города Гостеприимного И нашего Гостеприимного колледжа И разрешите предоставить слово Заместителю руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Мезиковой Ильсии Хайматовне Пожалуйста Давайте Поздравляем Добрый день Дорогие друзья Гости и нижнекамцы Вот вы знаете Я уже с порога почувствовала Какая здесь аура хорошая Как Когда люди сюда заходят Обнимаются Здороваются Радуются встречи Это говорит о том Что Здесь Собрались Действительно Друзья Собрались Соратники Собрались Единомышленники Мне тоже По порции Объятий Досталось И вы знаете Действительно Это все Вот чувствуешь Что это Искренне Доброжелательно И С радостью Не натянута И я думаю Что именно В такой Обстановке Такой Атмосфере Пройдет Весь съезд И Я как Заместитель Руководителя Исполнительного Комитета По социальным Вопросам Председатель Комиссии По делам Несовершеннолетних Нашего района И Зампредседателя Антинаркотической Комиссии Комиссию Возглавляет Глава Нижнекамского Муниципального Района Искренне Горжусь Что Эта встреча Этот съезд Проходит Именно В Нижнекамске И Хочу Выразить Надежду Что Не случайно Определено Место Проведения Этого съезда Именно у нас В городе Я думаю Что это И Признание Той работы Которая Проводится У нас Потому что Мы Вот Знаем Что здесь Вот мне Ну По крайней мере Я знаю Что собрались Практически Со всех Весей Уголков Нашей Державы Нашей Россией И Украина Представлена Поэтому Уже Здесь Не только Всероссийская Но и Международная Есть Представительство Этого съезда Ну Вот вам Специалистам Мне уже Не надо Говорить Что это За Беда Значимость Вашего Движения Вы Как никто Знаете Об этом Лучше всех И Сами Об этом Можете Объяснить Более Профессиональные И Компетентнее Эти вопросы Тем Ценно Ваше Движение Ваша Встреча Но Вот Я хочу Сказать Что Основной Принцип Нашей работы Конечно Не допустить И В этом Плане Нам Много Дается Достичь Вот Просто Хочу Для примера Сказать Что Это Спорт Это Здоровый Образ Жизни Это Внедрение Различных Авторских Программ Практически Нет Ни Одной Школы Где Бы Не Реализовывались Программы По Профилактике Социально Негативных Явлений Мы Сюда И Антитабачную Пропаганду И Работу Антиалкогольную Антинаркотическую Включаем Это Работа По месту Жительства С молодежью С населением Если говорить О населении Я могу Сказать О том Что Вот Мы Такую Форму Работы Внедрили Как Освобожденные Председатели Стосов Микрорайонов Город Поделен На 31 Микрорайон Совет Общественности Микрорайон Старший По подъездам Старший По домам Домкомы 23 Подростковых Клуба Тренеры По месту Жительства Которые Финансируются За счет Местного Бюджета Сегодня Тренер По месту Жительства В результате Этой работы Я могу Сказать Что у нас 116 Дворовых Команд По Футболу 72 Команды По хоккею В каждом Микрорайоне Есть хоккейная Коробка То есть Вот В таком Формате У нас Работа Ведется И Хочу сказать Что я думаю Что немногие Могут этим Похвалиться В 2002 Году Медшельсур Раисович Наш глава В то время А сейчас Мэр города Казани Вот мы Принимали Программу Профилактики Социально-негативных Явлений Здорового Образа Жизни У нас Такая Программа Действует Он сказал Что у нас В городе Не будет Рекламы Пива И сигарет Вот он Сказал И у нас Нету Рекламы Ни Вот Ни баннеров Рекламы Сигарет И пива В городе Нет Вы знаете Не было Принято По этому Поводу Ни одного Нормативного Документа Не было Принято То есть Вот это Говорит О чем Если поставить Задачу То Ее Что Даже вот это Можно выполнять Хотя пытались Вот допустим Ко мне приходили И говорили Ну простите меня По закону Мы не имеем Права им запретить Я говорю А где закон Который Обязывает Это делать Такого закона Тоже нет И Несколько раз Появлялись Баннеры И тут же Мне сигнал Там-то Появился Вот такой-то Баннер Я значит Звоню И разбираюсь Я говорю Простите меня Вы что Не уважаете Главу Вы считаете Что Глава Сказал Просто так Вот этого Было Достаточно Чтобы тут же В течение часа Этот баннер Сняли То есть С подвижников Сергеем Большая работа В нищете В нищете Все-таки Живет Наше Образование Здесь Уделяется Огромное Значение Снова 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 науку Тузову Александру Григорьевичу. И они, кстати, студенты колледжа подготовили нам еще и видеоролик о той работе, которую они ведут. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые члены президиума, участники съезда, гости. Я от всей души рад приветствовать вас в здании этого учебного заведения, которое является уже пять лет подряд лидером среди Сузов Республики Тарстан. Три года подряд мы уже являемся обладательными медалями за качество, входим в 100 лучших Сузов России. Я думаю, этот съезд сыграет огромную роль в деле воспитания подрастающего поколения, и вызовет огромный резонанс не только здесь, в городе, в республике, но и за пределами республики. Дело, которое вы проводите, очень нужное. Мы это ощущаем каждый день, работая с детьми. Поэтому хотелось бы пожелать всем участникам съезда полнотворной работы и привлечь как можно больше единомышленников. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить администрацию нашего города и района за ту работу, за ту поддержку, которую оказывает она нам в деле воспитания подрастающего поколения. Хотелось бы выразить благодарность Алексея Хаматовне. Администрация и педагогических коллектив Нерекамского нефтехимического колледжа выражает вам искреннюю благодарность за помощь и участие в деле воспитания здорового поколения 21 века. Здоровые дети – это будущее нашей страны. Ваш вклад в благородное дело находит отлик у всех, кому небезразлична судьба России. Так как страна, о будущем которой заботятся, а традиции уважают, навсегда останется великой державой. Разрешите пожелать вам успехов в профессиональной деятельности и выразить надежду на дальнейшее полнотворное сотрудничество. АПЛОДИСМЕНТЫ Также хотелось выразить благодарность уважаемому Рустаму Нагировичу за ту поддержку, которую оказывает он нам, вот тоже в деле воспитания подрастающего поколения. Мы постоянно и тесно общаемся с ней. АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешите поблагодарить Ирину Владимировну за ту поддержку, которую мы постоянно ощущаем, в постоянном месте общаемся, работаем, в тесном сотрудничестве. Я надеюсь, мы и дальше так будем работать. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Сергей Владимирович, вот при подготовке этого съезда мы давно уже общаемся и вот с удовольствием приняли предложение провести съезд здесь, в нашем учебном заведении. Поэтому вот ту работу, которую проделал Сергей Владимирович, конечно, она огромная. и я думаю, что даст свои плоды. Сергей Владимирович, разрешите вас поблагодарить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Плодотворной вам работы, успехов. И еще раз хочу надеяться, что ваше движение, оно приобретет все больше и больше единомышленников. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Ну, раз уж пошла серия награждений, должен сказать, что группа наших соратников большая. Наша работа как-то уже не проходит незамеченной. И мне бы хотелось вручить медаль святого благоверного великого князя Александра Невского Григория Ивановичу Тарханову за огромную работу в Союзе борьбы за народную трезвость и по воспитанию нашей молодежи. Глущенко Анатолий Николаевич награжден медалью Ильи Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации. Давайте похлопаем на Анатолий Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Большую работу на Украине проводит, и мне это очень приятно, мой брат Жданов Павел Георгиевич. И Россия его тоже награждает медалью Ильи Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации. Давайте похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ситуация в нашей стране на сегодняшний день чрезвычайно сложная. Чрезвычайно сложная. В 90-е годы мы открыли границы, и нам обещали, что сюда на нас хлынет золотой дождь, понастроят суперсовременных производств, завалим мы весь мир суперсовременной продукцией и заживем здесь все, как в Америке. Границы открыли, но хлынуло не к нам, а хлынуло от нас. Газ прем, нефть прем, металл прем, вплоть до красивых женщин, и все ушло туда. А вот сейчас через эти открытые ворота к нам хлынул мировой кризис. Он уже ощущается, ощущается серьезно. Это будут миллионы безработных людей. И на фоне той алкогольной катастрофы, которая существует, резко обострится социально-политическая обстановка в стране. И не даром Единая Россия, съезд, который был посвящен программным вопросам, она провела как раз для того, чтобы принять какие-то пожарные меры, чтобы нейтрализовать последствия вот этого мирового кризиса, который, я говорю, к сожалению, очень больно ударит и в первую очередь и по нам. И поэтому я думаю, что на сегодняшний день наша работа как раз и начнет, и будет востребована, потому что тот взрыв преступности, который в грязи грядет, взрыв, так сказать, социальной напряженности в условиях той алкогольного беспредела, который творится в России, победить будет, наверное, просто невозможно. Уже есть подвижки, серьезные подвижки в нашу сторону. Надо сказать, что нас, наконец, начали замечать, в том числе и наверху. Два года назад нас, группа у соратников, попросили стать экспертами Государственной Думы по этой проблеме. К сожалению, основная масса там слушать не хочет нас, но, тем не менее, ту программу первоочередных мер государственной антиалкогольной политики, которую мы разработали, ее поддержали 36 законодательных собраний субъектов Федерации. И я уверен, что в любом случае эта наша программа будет заслушанно, рассмотрена и принята на самом верху. Иначе просто трудно представить, что будет дальше. Я только что приехал из Новосибирска, где мы праздновали 25 лет трезвенного движения в Новосибирском академгородке в городе Новосибирске и 20-летие Союза борьбы за народную трезвость, который ровно 20 лет назад был организован как раз в Новосибирском академгородке. Очень теплая, хорошая прошла конференция межрегиональная, было много гостей. Вспомнили, как это начиналось. А началось это все, конечно же, с величайшего нашего учителя, основателя пятого трезвенного движения Федора Григорьевича Углова. Его знаменитый доклад 1981 года всколыхнул страну. В 1983 году, я считаю, начался очень важный этап пятого трезвенного движения. Это массовое трезвенное движение в академгородке в Новосибирске. Мы, молодые ученые, у нас в руках была множительная техника, электронные вычислительные машины. Мы десятками тысяч распечатали доклад Углова, распространили его куда только можно и нельзя. Мы создали мощную лекторскую группу, мощную научную группу, которая изучала эту проблему. И надо сказать, что постановление антиалкогольное 1985 года было инициировано и пробиваемо именно вот этим массовым трезвенным движением, которое как раз возникло с 1983 года. Мы радовались, когда было принято постановление, радовались тому, что закрывались магазины, закрывались заводы. Страна трезвела на глазах. Но, к сожалению, в 1988 году верх взяли силы, которые были враждебно настроены к политике отрезвления. Эти силы предполагали провести приватизацию, ограбить всенародную собственность, передать ее в руки кучке олигархов, выразители этих сил Чубайс, Гайдар. А как вы понимаете, ограбить пьяного и больного намного легче, чем трезвого и здорового. И в 1988 году начался страшный этап спаивания нашей страны. Мы молчать не смогли, трезвые люди. И в ноябре 1988 года в Академгородке собрался учредительный съезд Союза борьбы за народную трезвость. Точно в этот же день в городе Ленинграде собрался учредительный съезд Всероссийской общественной организации «Оптималист». Председателем Союза борьбы за народную трезвость был избран и 20 лет возглавлял Федор Григорьевич Углов. Председатели «Оптималиста», выдающиеся деятели трезвенного движения, продолжатели дела «Шичко» – это Юрий Александрович Соколов, это Юрий Александрович Ливин. А вот здесь, в Нижнекамске, с огромной теплотой вспоминаю, я был здесь два раза, Юрий Владимирович Морозов. Это организатор трезвенного движения не только в Татарии, но и во всем Волговятском регионе, который провел просто колоссальную работу. И когда встал вопрос, где нам проводить съезд, юбилейный съезд, то все согласились, что этот съезд в память об этой огромной работе и, так сказать, приурочив и к 20-летию Нижнекамского «Оптималиста», мы проведем как раз в городе Нижнекамске. В тяжелое время пережило трезвенное движение. Тяжелейшие 90-е годы, безработица, безденежья, казалось бы, какая-то безысходность начала летать по стране, мощнейшее спаивание. У многих людей опустились руки, но, тем не менее, Углов сказал, приказано выжить. Трезвенное движение обязано выжить в этих тяжелейших условиях, потому что, если мы не выживем, будущего у страны не будет. Как индейцев в Америке до конца всех алкоголем добьют. Я очень рад, что очень многие наши соратники не опустили руки. И когда вчера мы проводили Координационный совет, я спросил, кто был на учредительном конференции Союза борьбы за народную трезвость. Поднялось около 20 рук. То есть это люди, которые прошли все эти тяжелейшие времена, времена гонений, времена притеснений, времена тяжелые и лично, и для страны. И тем не менее, не отступились от этой святой идеи. Большую роль в деле объединения всех трезвенческих сил сыграл, конечно, Тургаяк. 19 лет подряд мы проводим школы-слеты на озере Тургаяк. Вначале это была школа-слет Союза борьбы за народную трезвость, потом она стала школа-слет всех трезвенческих движений. И здесь, конечно, огромную роль в этом деле сыграли Федор Николаевич Волков, Анатолий Николаевич Глушенко, Владимир Адольфович Эрлих, Людмила Васильевна Комарова. Я думаю, что эта форма работы школы-слета, она, конечно, очень была удачная, она сумела как-то объединить людей. Раз в год все равно мы виделись, собирались, обсуждали, делились проблемами, успехами. И я думаю, что эта форма будет, конечно же, жить и дальше. Очень рад, что наконец-то у нас раскачалось мощное молодежное движение. Уже проведено пять съездов молодежи за трезвую Россию. И здесь, конечно, еще хотелось бы очень большую благодарность выразить и тем молодым соратникам, которые взялись за это дело. Это и Фахреев, тоже из Татарии, из Альметьевска. Это Сейма из Челябинска. И здесь, конечно, огромную роль сыграл и Эрлих Владимир Адольфович, который... Кстати, почему он у нас не в президиуме сидит? Стол короткий. Где он? Стол короткий. Надо его посадить. Он сопредседатель движения «Трезвая Россия». Давайте ему похмельку. В рамках «Трезвенного движения» сформировалась идея, которая была очень успешно реализована. Я считаю, что это очень большая наша победа. Была создана Международная Академия Трезвости. Весь мир поддержал создание такой академии. Весь мир поддержал, что это именно в России наши российские ученые явились застрельщиками создания этой академии. И вот она уже много лет успешно работает. Возглавляет Александр Николаевич Майеров. Это семинар международный, который в Севастополе проходит. Это, в общем, большая научная работа. Большая работа по подготовке кадров, переподготовке педагогических кадров. Это те учебники, книги, которые пошли. Я считаю, что это, конечно, было очень-очень здорово. И за это тоже всем огромное спасибо. Поддержали в Казани. Кстати, вот с Татарией очень много связано. В 2002 году в Казани мы приняли решение на очередном съезде создать мощное российское общественное движение «Трезвая Россия». Это движение было создано, оно успешно работает, оно объединило все трезвенческие силы, всех людей, которые стоят на трезвых позициях. И, по примеру, «Трезвая Россия» была создана и «Трезвая Беларусь», «Трезвая Украина», «Трезвый Казахстан». И они тоже успешно работают, развивают все это наше дело. Я считаю, что это тоже большое. То есть мы не спрятались за вывеску «Клуб Радуга» или еще что-то. Мы очень четко обозначили нашу позицию. Мы люди трезвые. Мы люди боремся за то, чтобы вся страна стала трезвая и с этого губительного пути сошла. Очень меня радует то, что наши традиционные религиозные конфессии активно включились в борьбу за трезвость. В частности, было создано Союз православных братств трезвости, который на сегодняшний день возглавляет наш соратник Бачинин Игорь Владимирович, отец Игорь. И очень огромную работу в деле трезвого просвещения играет мусульманская община. Вы знаете, я был в Казахстане, я просто ахнул. Меня там приглашали, приглашали в мечеть. Принимали, ну, буквально, как национального героя. Я долго не мог понять, почему. Почему, оказывается, наши лекции, мусульманское духовенство размножилось сотнями тысяч экземпляров, понесло во все школы, во все техникумы, во все вузы, обязательный просмотр этих материалов о трезвости. Это все поддержал президент Республики Казахстан, Нурсултан Назарбаев. Его жена, которая, так сказать, фанат вот этого трезвого, здорового образа жизни. И я думаю, что Казахстан, в общем, в ближайшее время выйдет в лидеры этого движения за трезвый, здоровый образ жизни и покажет пример и нашей России. Руководителем трезвенного движения Казахстана является тоже, я считаю, просто удивительный человек. Это Софья Львовна Евдокимова. К сожалению, она почему-то не смогла подъехать. Но я думаю, она привет нам передает здесь. Я думаю, что вот эта работа, которую ведут традиционные конфессии, эта работа очень для нас важна, потому что религиозные конфессии в народе не потеряли кредит доверия, то есть они пользуются очень большим доверием, уважением. И если они возвысят свой голос за отрезвление, то это будет очень-очень здорово. В трезвой России мы развернули очень мощный проект «Электронная трезвая Россия». Это распространение наших материалов через интернет, через диски. И вы знаете, вот это играет очень большую роль. Фактически по стране создано альтернативное телевидение. Причем во многом официальному телевидению, в котором пьют, курят, развратничают, народ уже не верит тому, что там происходит. А вот этим дискам, которые распространяются миллионными тиражами по всей стране, люди верят. И вот я удивился, мне рассказали интересную вещь. Распространение наше по планете, так сказать, зашло уже очень далеко. Президент нашей страны Медведев посетил Северный флот, провожал наши корабли на учения в Южную Америку. И он там спустился в подводную лодку. И программа «Время» дает репортаж о его посещении подводной лодки. Он заходит в кубрик, там сидит матрос. Ну матрос скачал, сидите, отдыхайте, как живете, хорошо. А перед матросом телевизор. А что, говорит, смотрите? Да, разное, сказал матрос. Он берет с полочки диск, прочитал и показал на камеру. Алкогольный террор против России, профессора Штанова. Даже под водой, так сказать, уже люди это смотрят. И я думаю, что действительно время, время наше подходит. И те наши знания, наш опыт, наш потенциал, который долгие годы все-таки был не востребован государством, он будет востребован. Я бы хотел сказать огромное значение нашей прессе трезвенческой. Это в первую очередь Григорий Иванович Тарханов. Это Батраков Евгений Георгиевич. Это Павина Зоя Александровна. Это наши газеты, которые издаются регулярно, вот уже много-много лет. Распространяются во всех регионах, даже и по всему миру читают наши газеты. Это газета «Соратник». Это газета для молодежи. Мы, молодые, выбираем жизнь. Трезвенческая газета. Это газета «Подспорье». Это газета «Оптималист». Это газета «Православных братств трезвости» «Трезвение». Я считаю, что вот ту подвиженскую работу, которую наши редакторы и наши активисты, вот этого печатного нашего слова, она, конечно, заслуживает, ну, самого глубокого уважения и самой глубокой благодарности. И ту медаль, которую наградили Григорий Иванович, я считаю, что это очень-очень заслуженная награда. Объективно, трезвенческое движение всегда было и будет, как ни крути, но в оппозиции к власти, которая проводит не трезвенческую политику, а алкогольную политику. Надо сказать, что в самые лихие годы, когда у власти был президент Ельцин, в Союз борьбы за народную трезвость, в списке анти-Ельцинских организаций, такой список был, ФСБ, ФСК тогда был, Союз борьбы стоял на первом месте. То есть, та работа, которую мы вели против этой политики спаивания, а вы помните этот беспредел, этот спирт-рояль, который лился рекой, просто, ну, трудно даже сказать, какое было наше возмущение, но мы всегда готовы протянуть руку власти, и всегда ее протягиваем, и всегда предлагаем, все, что знаем, умеем, для того, чтобы спасти родину от этой, ну, просто страшной и страшной чумы. Я выступал в Казахстане и сказал, ну, давайте, вот у вас есть ваш ребенок, давайте посмотрим, кто заинтересован, чтобы споить вашего ребенка. Кто заинтересован? Ну, прежде всего, это алкогольные торговцы, это алкогольные производители, они заинтересованы споить вашего ребенка, не всякого сомнения, потому что это для них доход, и доход немалый. Это чиновники, которые коррупционно связаны с этим бизнесом на наркотике, на самом страшном наркотике алкоголя. А все вместе это алкогольная мафия, то есть это власть, представители власти и бизнес. Кто заинтересован? Заинтересована вся мировая закулиса, она заинтересована получить доступ к нашим природным богатствам. А мы здесь, русские, татары, чуваши, коренные народы просто им мешаем, как бельмо на глазу. Заинтересованы, да. И на наше спаивание, на спаивание вашего ребенка, они тратят сотни миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов, для того, чтобы внедрить эту теорию, внедрить это убеждение, что надо пить культурно, умеренно, потом неумеренно и пошло. А кто же заинтересован, чтобы спасти вашего ребенка от этой участи? Ну, прежде всего, вы. А кто еще? Трезвая Россия. Те люди, которые борются за отрезвление. Пусть у нас очень мало ресурсов, пусть у нас очень мало, так сказать, возможностей в этом смысле. Но, как говорил Александр Невский, не в силе Бог, но в правде. И я уверен, что эта правда, конечно же, конечно, победит. Федор Григорьевич Углов, он в 81-м году выступил со своим эпохальным докладом о медицинских и социальных последствиях употребления алкоголя в СССР. Этот доклад мы распространили, я не знаю, по моим оценкам, более 100 тысяч экземпляров, это толстый, солидный научный труд, который он полгода сидел, писал, отложив все в сторону, понимая, что это действительно проблема. Если он ее не займется, не решит, ее не решит уже никто. И когда мы его пригласили в наш Новосибирский академгородок, он был просто потрясен, потому что с 81 по 83 год он подвергся самым невероятным гонениям. Ему запрещено было выступать где бы либо и что бы либо. Все книги его были выброшены из печати распоряжением Лафлида. Было даже запрещено употреблять в печати имя академика Углова. И его супруга говорит, мы сидели ждали, когда за этот доклад в конце концов в те годы просто сажали людей в психиатрическую больницу. А ведь в этом докладе, обращенном на самый верх, Углов написал, но если не будет восстановлена трезвость в стране, то вы объясните народу, чего ради миллионы людей убивают алкоголем, чего ради сотни тысяч дебильных детей калечат. Вы просто объясните тогда народу, чего ради все это делается. И вот два года в полной, так сказать, изоляции, как подпольщик. И тут началось массовое трезвенное движение 83-го года в Академгородке Новосибирске, в других центрах. И мы пригласили Углова, и для него это было такое величайшее счастье. И когда он в 83-м году, 25 лет назад, приехал в Академгородок, в Доме ученых собралась огромная аудитория, 1200 человек. И он прочитал две замечательные лекции. Одну назвал «Живем ли мы свой век?», а вторая его лекция называлась «Алкоголь и мозг». И в конце этой лекции он сказал, ну ладно, мы с вами, к сожалению, не правительство и не можем ввести сухой закон в стране, вот прямо сейчас. Но, говорит, каждый для себя ведь может принять сухой закон. Ведь, слава Богу, пока что на улице не ловят, силой в рот не льют. Ради спасения своих детей, своей родины можем же принять сухой закон. Кто, спрашивает, принимает сухой закон? И вы знаете, вот в едином порыве практически весь зал поднял руки. Федор Григорьевич аж прослезился и сказал, я, говорит, всегда верил в свой народ. Всегда верил в свой народ. Я верил, что он не даст себя уничтожить, как индейцев в Америке. Более того, я, говорит, настолько верю в свой народ, что вижу, придет время, испаиватели бесплатно поставят этот алкоголь, только чтобы люди пили, а народ все равно пить не будет. Более того, я, говорит, вижу, вот оно придет время, когда будут приплачивать, приплачивать за то, чтобы люди пили, а люди все равно пить не будут. Я сидел в президиуме рядом, ну, про себя, так сказать, заулыбался, думаю, ну, наверное, Федор Григорьевич все-таки все-таки немножко тут преувеличивает. Ну, как это так? Будут приплачивать, чтобы пили, а люди пить не будут. И вот каким же провидцем величайшим оказался Федор Григорьевич Углов. Ведь уже сотни тысяч, миллионы людей у нас в стране. Любые деньги им платить, чтобы они эту отраву употребляли, а они не будут. Не будут употреблять. Потому что на сегодня трезвость для нас, это не просто образ жизни. На сегодняшний день трезвость, это наше оружие. Оружие. И я уверен, что с этим оружием мы победим. Спасибо большое. Здравствуйте еще раз, дорогие соратники. Я вдвойне приветствую всех гостей, всех хозяев этого прекрасного съезда. И благодарна, потому что много лет, вот эти 20 лет, когда момент организации Волговятского региона, который возглавлял Юрий Владимирович Морозов, мы рассказываем у себя на местах о той кропотливой работе, которая проводится в Татарстане. Потому что эта работа перед нами всегда проходила на глазах. Наши соратники из городов Альметьевска, Бугульмы тогда, в то время еще, и Нижнекамска, всегда была на слуху. Нам рассказывали о работе с подростками и школьниками, о том большом опыте, который накапливался здесь по работе. И мы заимствовали, и мы говорили, что наши соратники из Татарстана находят отклик в административных кругах и действуют заодно, включая в программы, монументальные программы социального развития края и вашей республики, вот эти вопросы трезвости и здоровья. И что наши соратники принимают активное участие в реализации этих планов и находят и моральную, и материальную поддержку среди руководства Республики Татарстан. Мы гордились вами всегда. Вы просто об этом, может быть, не слышали. Я из Смоленской области, из города Вязьмы. 20 лет я занимаюсь вопросами трезвости. И сегодняшний съезд, это для меня юбилейный съезд, потому что именно в это время, осенью, в ноябре 1988 года, в городе Санкт-Петербурге, тогда это был Ленинград, в кафе «Полярный зорь» состоялась первая учредительная конференция всесоюзного тогда объединения клубов «Оптималист». Автором-создателем этого объединения стал журналист из города Ленинграда Юрий Александрович Соколов. Именно он поднял на щит метод Геннадия Андреевича Шичко, простейший гениальный метод, который позволил нам с вами встать на путь трезвости и здоровья. Простым доступным языком в ротопринтном издании он помог этой книге распространиться среди активистов трезвого движения. Я лично была секретарем городской организации общества борьбы за трезвость и проходила курс у Юрия Александровича Соколова именно в 1988 году. Этот курс проходил на Братской Украине, в городе Киеве и руководителем клуба Виролюбовой Анфисы Федоровны, ныне покойной, о которой я вспоминаю с большой благодарностью. Именно она в Киев пригласила Соколова, а я от делегации Смоленской области поехала осваивать этот гениально простой метод. И благодаря книге, которую издал Юрий Александрович Соколов, по трудам нашего автора метода Геннадия Андреевича Шичко, собрав по крутим пиццам вместе со своими друзьями материал, именно взяв в руки эту книгу, мы и начали работать на местах. Она была проста, доступна в исполнении. От слова здравствуйте с первого занятия и до слова до свидания, дорогие соратники последнего листа этих десяти уроков трезвости. Параллельно с работой, которая проводилась в Новосибирске нашими соратниками, в частности, Владимир Георгиевичем Ждановым, нами уважаемым. Мы шли своим путем по этой трудной стезе, натыкаясь порой на поддержку, а порой на непонимание. То есть 20 лет мы работали, отдавая свой труд на благо сегодняшнего дня. И я с большой гордостью отмечаю, что труд наш, 20-летний, не прошел напрасно, что мы всколыхнули большие массы молодежи и сегодня на новом этапе, на новом витке, с новыми техническими условиями нам на смену приходят молодые. И мы видим их вот в Челябинске. Они издают газету «Мы молодые», мы радуемся этой газете. Мы видим вот Сушинского, Сейму Андрея, по именам плохо знаю. То есть это те люди, та молодежь, которая воспользовалась теми знаниями, багажом знаний, обобщенным, накопленным нами. И сегодня мы говорим «Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого учиться». То есть наше дело живет и будет побеждать. Нужно сказать, что общероссийское общественное объединение начинало свой путь в 1988 году как всесоюзное. И вместе со страной прошла вот эти все изменения. В 1993 году с распадом Союза наше объединение стало называться общероссийским открытым общественным объединением «Оптималист». И возглавил его уже наш соратник Юрий Александрович Ливин, гимн которого мы пели сегодня на открытии нашего форума. Юрий Александрович Ливин до 1993 года по 2006 руководил бессменно нашим объединением «Оптималист». То есть за всю историю было два председателя объединения. Я исполняю обязанности председателя объединения с 2006 года. Нужно сказать, что за эти два года которые я которыми мы совместно с моими соратниками бессменными заместителями Виталием Ивановичем Кутеповым из города Москвы Федором Николаевичем Болковым руководителем Челябинского объединения «Оптималист» мы так сказать как могли вели эту работу на протяжении последних двух лет регулярно стараясь проводить заседания совета правления то есть на летних встречах школы слета на Яланчике всегда проводились заседания нашего открытого совета объединения «Оптималист» и избиралось правление которое руководило между съездами нужно сказать что сегодня у нас еще знаменательный день тем что мы проведем отчетно-перевыборное собрание и я надеюсь что с выходом меня на пенсию мы сможем уступить место молодым нужно сказать что за эти 20 лет движение «Оптималист» сделало большую работу провела большую работу в плане формирования здорового образа жизни среди всего населения не только проводя занятия но с 1995 года была издана газета «Оптималист» которая действует по сегодняшний день первым редактором газеты была Галина Сибакова журналистка из города Санкт-Петербурга а с 2001 года руководит нашей газетой Евгений Георгиевич Батраков да газету можно ругать можно критиковать но она существует как печатный орган через который мы говорим со своими соратниками в различных городах нашей необъятной родины и за рубежом с 2001 года также создан сайт электронный в интернете и вы все можете его посетить те кто не знаком но я уверена что о газете «Оптималист» знают многие www.optimalist.narod.ru на этом сайте наш редактор Евгений Батраков регулярно помещает все номера газеты «Оптималист» устав нашей организации состав совета и правления портретная галерея 68 книг которые изданы по пропаганде трезвого образа жизни среди которых работы Федора Григорьевича Углова естественно Юрия Александровича Соколова Александра Николаевича Моюрова и многих других авторов около 38 брошюр и около 200 статей располагаются на сайте в интернете нашего объединения «Оптимализм» то есть это небольшая работа которую мы проводили за эти годы нужно сказать что именно объединение «Оптималист» явилось учредителем Международной Академии Трезвости наш соратник из города Челябинска Федор Николаевич Углов ой Федор Николаевич Волков когда-то высказал предположение что за эти годы накоплен громадный опыт научная база знаний наших соратников рос их потенциал творческий необходимость поделиться этими наработками и согласовав ряд вопросов выступили именно учредителями этой сегодня активно действующей Международной Академии которую возглавляет Александр Николаевич Муеров и создав ее мы активно участвуем в работе поэтому не случайно в этом году именно Федор Николаевич Волков Виталий Иванович Кутепов были удостоены звания профессоров и академиков этой Международной Академии Трезвости почему они являются лидерами этого движения да потому что этот потенциал накопленный ими в ходе творческой работы за 20 лет нашел отражение в патентах авторских изобретений собственных наработок по технологиям оздоровления организма нужно сказать что первые патенты были изобретены по зрительному переобучению нашим соратникам оптималистам Игорем Николаевичем Афонином и он уже издал 5 книг это наш соратник который стоял также у истоков трезвенного движения и 20 лет занимаясь в различных направлениях применяя метод Геннадия Андреевича Шичко гениально простой и употребимый он помогает людям не только в избавлении от алкогольно-дабачной зависимости но и для коррекции зрительного переобучения и эту же технологию он сейчас разрабатывает для других направлений он является автором повторяю 5 книг наш соратник затем эти же многие книги свой опыт отобразили в литературе Тамара Петровна Кулькова под псевдонимом Товара Свет это наша соратница из Санкт-Петербурга которую мы постоянно встречаем из своей наработки из Череповца она свои наработки она поместила в книги которая издается тоже многотысячным тиражом ее книгами пользуются сегодняшние преподаватели и она для широкого круга нас приглашают на телевидение мы выступали в программе Малахов которые на сегодняшний день широко пропагандируют те материалы которые нами были открыты 10-15 лет назад и также нашли свое отображение в признании авторских изобретений Виталия Ивановича Кутепова по способу оздоровления организма Маргариты Зубатовой Владимира Журавлева меня в том числе сейчас наши соратники супруги Жилкины они на базе наших авторских изобретений по способу оздоровления очищения организма создали свой собственный патент то есть вы видите что творчество наших товарищей соратников которые вместе с нами бок о бок участвуют во всех этих встречах симпозиумах ведут активную работу находят отображение и признание вот в таких важных научных изобретений упомяну о том что Федор Николаевич Волгов издал свою книгу надо жить и работает над следующей книгой он также является автором многих вот этих изобретений по оздоровлению организма то есть этот труд который сегодня на слуху у многих родился именно в движении трезвости и здоровья мы за перестроечное время смогли выжить сами и помогли спастись рядом с нами очень многим о своей работе каждый из них может рассказать сам о той многократной кропотливой работе по оздоровлению организма очищению организма по избавлению от алкогольной табачной зависимости то есть мы продолжаем свой труд на сегодняшний день участвуя во всех общественных мероприятиях ежегодно наши соратники наша организация применимает участие в обучении школы слета на Яланчике ежегодно мы участвуем в конференциях международной академии трезвости проводя мастер-классы по обучению всех тех кто хочет освоить технологии открытые изобретенные нами и значит вот сегодня участвуя в этом съезде я хочу сказать что память о тех людях которые послужили первоосновой для создания вот этого могучего пятого трезвенного движения честь в котором участвовать отведена и нам память о этих людях живет и я думаю что будет продолжаться и жить в веках трудом молодых поколений мы с удовольствием уходя на пенсию передаем им свой опыт и знания и будем являться почетными членами объединения трезвости уважаемые друзья уважаемые соратники в планах действий союза борьбы за народную трезвость мне часто приходится выезжать в различные регионы российской федерации другие государства причем эти поездки бывают иногда раз в месяц иногда два раза в месяц сейчас вот мы сюда только что приехали с профессором Кривоноговым с юга Пермской губернии а сейчас там уже у нас целый край и мы обучаем наших специалистов будущих специалистов или уже настоящих специалистов в качестве повышения квалификации и переподготовки кадров в области сабриологии и тот предмет который нами был ранее создан вы все его о нем знаете наслышаны уроки культуры здоровья это конечно хитрые названия вы понимаете почему это классические классические профессиональные уроки сабриологии уроки культуры уроки трезвости мы назвали их так по известной причине, чтобы это был материал, проходимый через некое СИД, которое является бюрократическим и особенно важным на уровне Министерства образования Российской Федерации, потому как там сидят такие чиновники, которые являются нашими активными противниками. И я вспоминаю одну из своих поездок в маленький небольшой город под названием Лангепас, в Ханты-Мансийском автономном округе, и слушателей у меня было на моем семинаре в течение трех дней 900 человек. Это вот раз в пять больше, чем здесь сейчас присутствует в зале. И эти 900 человек в течение трех дней, полных трех дней, рабочих дней, они слушали все в области собриологии и в области как разорвать алкогольный наркотический круг и что же нам делать. Я прочитал эту всю, провел всю эту работу, завершил, вручил ему удостоверение, значит, уехал, простился, общая фотография. Проходит месяц, проходит месяц, и вдруг следует мне звонок одного из очень высоких чиновников этого города. Один из заместителей главы. Говорит, Александр Николаевич, вы что натворили? И я сразу, а что я там натворил? Неужели я что-то натворил? Да, Александр Николаевич, ну вы не очень там дергаетесь, все нормально, вы натворили нормально, но вы понимаете, алкоголь стали покупать в два раза меньше. И табак примерно упал на 40% продажи. А почему произошло это? Город небольшой, 40 тысяч, меня слушало, ну грубо говоря, тысяча, да? Пришли они домой и рассказали. Ядерная реакция. И полгорода практически узнали правду. Узнали правду, а что же творится-то? А что с нами хотят сделать, как вот профессор Жутанов говорит с индейцами? Хотя есть и другие примеры. Вы помните, что я сделала алкоголь с Великой Скифьей. Классический, исторический пример. И сегодня в демографии, в науке демографии существует закон трех поколений. Если мы уничтожим, точнее наши противники уничтожат, споят три поколения, любая цивилизация, любой народ исчезает. И вот в нашей академии есть соратники, коллеги, члены нашей академии, работающие в 32 странах мира. Идет процесс увеличения, конечно, и численности постепенно, и мы создаем, формируем, готовим своих соратников в других странах. Мы надеемся, что эта цифра у нас увеличится. Но пока 32 государства, где мы плотно, серьезно сотрудничаем. И, вы знаете, вот месяц назад я был в Индии, в Индии. Была конференция с нашими соратниками, к сожалению, вот в большом количестве мы не смогли туда выехать, это просто финансовые затруднения у многих. И я там рассказывал о проблеме, которые есть вот в нашем обществе. Говорю, вот у нас есть такая странная практика у населения, у довольно большой прослойки. Странная практика. Человек зарабатывает какие-то деньги, идет в магазин, вливает нечто в себя, получает сначала удовольствие, эйфорию. Еще идет раз, третий, десятый, двадцатый. Потом у него появляются почему-то проблемы. Потом появляются какие-то отклонения. Потом конфликты в семье, конфликты на работе. Но человек опять продолжает это все. А вы знаете, мои коллеги-профессора, индийские, арабские, мир там присутствуют. Они говорят, уважаемый профессор, мы вам не верим. Вы наговариваете на свой народ. Я говорю, вот расстреляйте меня здесь, вот на трибуне. Но я не хочу наговаривать на свой народ. Я его очень люблю. Люблю отечество свое. Но я вам говорю правду, что у нас эта проблема есть в обществе. Они говорят, нет, сумасшедшие могут быть в обществе. Вот сумасшедшие могут быть. Но в целом нация не может спиваться. Я не мог доказать. Другой мир. Другой мир, другая цивилизация. Которая себя очень любит, очень ценит. Себя самосохраняет. И вот эти вещи, мы с вами как профессионалы трезвенческого движения, ну давайте честно говорить. Ну не всегда рассказываем, не всегда доводим, не всегда говорим, что все-таки подавляющие большинство землян на планете Земля нормальные люди, как Homo sapiens. А Homo bibiens, не таких и много, в общем-то. Одна треть, меньшинство, самоуничтожающееся, печальное меньшинство. Вот я просто бы хотел вас призвать к тому, чтобы как-то по большему об этом говорили. Что мы вот, это пьяни, это чудаки, в самом таком ласковом варианте их можно называть. Это странные люди на планете Земля. Это исчезающие квазицивилизации. Что же касается, ведь дело в том, что у нас сегодня все-таки 20-летие, праздник. И лучший способ отметить праздник, это всегда остановиться на каких-то нерешенных задачах. Мне Тарханов прислал, и очень правильно сделал, я благодарю за это, он молодец, что напоминает нам, что нужно как-то контролировать свои действия. И мы когда-то несколько лет назад на бывшем нашем съезде наметили очень хороший план наших действий. И в этом плане действий я там был записан, и многие из вас здесь присутствуют, практически все присутствующие здесь. И я посмотрел и поанализировал, проанализировал, а что же мы с вами наделали. И вот у нас там в плане действий было довольно солидное количество очень серьезных пунктов. 36. По моим таким, ну, экспертным приближенным оценкам, хочу вам сказать, что 13 пунктов мы не выполнили. Из 36 13 не выполнили. Ну или подходили к ним к выполнению. И я в одном пункте виноват. Был очень важный пункт, но почему его пустили, я не знаю. Как-то самотек... Вот не знаю почему, наверное, надо поразмышлять. Там наши юристы были записаны, и я туда попал, так как эту идею я как-то предлагал. Это так называемые Флорида-2, эти эксперименты, помните, Флорида-3 и так далее. Судебные процессы против табачных монополий. И тех подлецов, телевизионщиков и газетчиков, которые прославляют табачище у нас в стране. Не провели мы этой работы. Вы понимаете, не провели. Каюсь, я как-то лапу. Ну я не юрист, наверное, может быть, юристы здесь поразмышляют, почему мы не выполнили. Но подавляющее большинство пунктов выполнили. И даже кое-где перевыполнили. С очень большим таким нарастающим итогом. Поэтому я вот забегу вперед и сразу хочу сказать, мы можем оценить деятельность правления нашего Союза борьбы за народную трезвость и оптималиста с положительной оценкой. Безусловно, хотя, ну, недостатки они есть всегда. Теперь по некоторым конкретным вещам, которые там были заложены. Ну и что в результате произошло. По урокам трезвости. По урокам культуры здоровья. Ну, вы знаете, какая война существует в этой области. Несмотря на то, что книги получили высшую педагогическую награду, медаль Януши Корчика. А сейчас в нашей газете мы на второй страничке, посмотрите, в последнем номере, упубликовали прекрасный отзыв Министерства образования Российской Федерации Пучи. Пользуйтесь. Вот на него надо, на этот отзыв опираться, чтобы местные педагогические чиновники нам не говорили, что это вот там грифы нет, там или еще есть. Сейчас уже не ставят грифы на учебных пособиях, чтобы вы знали. Только на учебниках, которые уже, так сказать, официально затверждены и все. У нас же учебные пособия, поэтому вот это надо обратить внимание. Но мне сегодня наши соратники из Йошкар-Алы дали небольшую заметочку, любопытнейшую заметочку по этому поводу. И не только по этому поводу, а и по применению метода Шичко. Кстати, наши учебные пособия, там как раз метод Шичко рассматривается по полной программе. Вы же знаете, третий учебник в старших классах это антитабачная платформа, четвертый учебник там антиалкогольная, там пятый учебник антинаркотическая и так далее. Что же пишет в качестве... А, да, наши местные соратники в Йошкар-Але, они давно занимаются этой проблемой, мы с вами знаем, там очень интересные наработки есть. Они решили, и их местные педагогические силы, власти, поддержали ввести фрагментарно, и то ладно, фрагментарно, в учебных заведениях Марий-Эл вот этот самый предмет. И метод Шичко, метод Шичко в такой гармонии. И что вы думаете, кто среагировал, моментально среагировал, некто Андрей Гериш, помните, я это имя как-то произносил, Зарецкий Гериш, это та мафия, та проалкогольная мафия, которая действует в Министерстве образования и которая противодействует нашим активным каким-то шагам в этой области. И что вы думаете, этот главный специалист, который курирует антинаркотическую программу Министерства образования Российской Федерации, считает инициативу педагогов Йошкар-Алы по меньшей мере бесполезной. И дальше, и дальше, дословно, из его письма, кодирование детей от алкоголизма и наркомании нелепость. Представляете, как преподносит, что мы с вами кодировщики. Это же до какого извращения надо дойти. Вся эта затея, пишет он, не более чем самодеятельность местного Министерства образования. Никаких рекомендаций по этому поводу от Министерства образования Российской Федерации не было и не могло быть. И неизвестно, какими могут быть последствия этого сомнительного эксперимента по отрезвлению. Это же до чего дойти можно, а? И вот таких подлецов у нас в каждом министерстве не счесть. В пятницу, прошедшую пятницу, президент нашей страны принимает очень важные и серьезные решения. Еще многие из вас этого не знают по нашей с вами работе. Он дает команду господину Зубкову, премьер-министру нашей страны, в течение трех дней подготовить указ президента Российской Федерации о создании в Российской Федерации, а я думаю очередь будет потом из Украины и Белоруссии и Казахстана, а может Казахстан уже правильно поддерживает, они нас обгонят. Создать федеральную службу, новую федеральную службу по контролю за торговлей алкогольными изделиями. Это впервые. Мы об этом когда-то мечтали, мы это писали об этом в разработках, аналитических записках руководству нашей страны. Но поверьте на слово, поверьте на слово, я думаю, что будет очередная бракадабра. Как у нас получилось в Федеральной службе наркоконтроля. Мы тоже настаивали на создании Федеральной службы наркоконтроля, но получился рзац. Да, еще силовые, кстати, Михайлова выгнали. Генерала Михайлов. И правильно сделали, и Черкесова за Черкет. Не просто так выгоняют с таких должностей. Потому что натворили того, что не надо было делать. А то, что надо было делать, вот, знаете, полный самотек. Я очень опасаюсь, очень боюсь, что если и в этой новой федеральной службе по контролю за алкоголем, будет создаваться система профилактики, не дай бог, если тоже произойдет то же самое, и будем как балда море морщить, сшивать макушки чертополоха, а толку никакого не будет. Вот на это прошу обратить ваше внимание. И когда на местах будет система формирования кадровая, это штатная, очень большая система. Примерно такая же, как Федеральная служба наркоконтроля. Им дают очень властные полномочия лицензирование, распределение торговых точек. Это они будут делать по территориям. Это очень важная тема. И контроль за всей торговлей. Ну и плюс профилактика, видите. То есть все. Все. Если вы работаете так, как надо, как мы рекомендуем, наверное, будет тогда успех. Но я очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Следующий пункт у нас был записан в плане наших действий. Подготовка сабриологов в разных местах. Хочу вам сказать, что эту работу мы проводим не только вот так в регионах, когда мы выезжаем. Мы системно работаем сейчас и на торговле, на яланчике. Мы к этому серьезно подходим и на том семинаре, конференции, который проводим в Севастополе. И в этот последний раз у нас было 250 уже человек-специалистов. Следующей конференции, хочу вам сказать, в Севастополе, 20-30 сентября. Кстати, вас я приглашаю туда. 20-30 сентября следующего года. А все остальные, они сами приедут. Они только вас. Персонально приглашаю. И ваших помощников. Будет посвящена очень важной теме. Законодательство и законотворчество в защиту здорового, трезвого человека. Мы сейчас очень системно работаем с посольствами стран мира. Дали уже согласие, депутатский корпус участвует Российской Федерации, Казахстана, Литвы. Кстати, Литва сегодня завершает год трезвости. Сегодня там проходит, завтра там будет проходить всемирный балл трезвости. Завтра. Из-за всего мира приедет весь мир трезвый в Литву. Это по решению президента страны. Мы сейчас ожидаем. Вот Назарбаева. У него была такая идея, что следующий год он объявит годом трезвости. Это очень интересно. Не день, за который мы долгое время боролись и никак не можем ничего еще сделать. Так местные там интересные потуги у нас есть. Уральские. Молодцы они. Но это местные потуги. Это год. А у них это день, а у них год. Понимаете? Это серьезнейшая работа. Серьезнейшая работа. Конечно, мы всю эту деятельность будем продолжать. Подготовку специалистов будем продолжать. Хочу вам забежать немножко вперед. Что мы с профессором, с академиком Искаковым, с профессором Кривоноговым. И у нас там еще целая команда очень серьезных. Вот не приехал, к сожалению, Анатолий Михайлович Карпов, главный психотерапевт Приволжского федерального округа. Он тоже входит в команду авторов. Мы готовим очень серьезную монографию. Причем мы ее создаем для всего мира. Даже папуаз, прочтя эту работу, поймет, как нужно заниматься воспитанием трезвого человека. Вот исходя, и это будет серьезная монография, я думаю, что к следующему Севастополю мы обязательно, как минимум, приведем туда в электронном виде эту работу. А может быть, успеем ее издать. Надеюсь, в любом случае, во всяком случае надеюсь на это. Десанта здравосозидания. Это тоже хорошие формы. И наряду вот с разными семинарскими занятиями и прочее, прочее, они себя очень серьезно оправдывают. Десант здравосозидания мы однажды провели на Чукотке. И туда уезжало у нас 9 профессоров. Правда, нас очень плохо там использовали. А первые слова, которые нам сказали, когда мы туда приехали, вот лично мне, вице-губернатор сказал, Александр Николаевич, скажите своим коллегам, об Америке ничего не говорите. Ради бога, ничего не говорите плохого. Они вот, вот тут за проливом. Вот все, что хотите, рассказывайте. Но Америку не критикуйте. Ну вот примерно вот так вот. Но несмотря на некие эрзации, такие организационные эрзации и даже политические эрзации, наша деятельность дала результаты. Правонарушения, вот как мы там поработали, правонарушения сразу же упали почти до 40%, среди подростков до 40%. Ну это и здесь. Конечно, они ввели этот предмет. Конечно, мы правильно делаем, что ругаем Абрамовича. Конечно, воровал. Конечно, воровал. Сейчас, говорит, я не ворую, сейчас я, говорю, там бизнесом занимаюсь. Но это черная сторона. А вот почему-то белую не все все знают. Ни один человек, это я уже вот коллегам, они, все остальные меня слышали, а вот вам конкретно говорю. Сегодня на Чукотке не найдешь ни одного учителя, ни одного психолога, ни одного медика, ни одного силовика или сотрудника в аппарате губернатора этого, этой территории, если он употребляет алкоголь в любом количестве или курит. Ты прекрасный человек, ты замечательный спец. Но ты аморальный тип, ты не имеешь права подходить к детям или заниматься лечебными какими-то процессами, социальной сферой. Изменись, пожалуйста, и работай. Вот здесь молодец Абрамович. Понимаете, сам никогда капли во рту не держал. Я знаю, что такое детдом. Он детдом прошел. Я пять лет был директором детского дома. И кого мы там готовим? У меня время стекло. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас ведется комплексная работа. Как? Именно в клубе. У нас два клуба. Один клуб подростково-молодежный. При управлении по делам молодежи и спорта. Аметист. И общественная организация. Презвого и здорового образа жизни. Нижнекамский оптималист. У нас как комплексная работа ведется. Аметист работает на подростков, детей и молодежь. Оптималист работает с населением города. И охватываются практически все слои населения. В прошлом году отметить, что с помощью грантовой системы Нижнекамск занял первое место в республике и занял грант первой степени. И там большая лепта, аметиста и оптималиста. Шесть грантов там только у этих организаций. Они, конечно, небольшие, но для нас, для нашей работы, это, как говорится, заслуга очень большая. В этом году мы также заняли два гранта на республику, на министерство. Первый грант у нас подростковый клуб стал экспериментальной площадкой по профилактике наркотизации. А второй грант, здравствуйте, это грант работы с вузами города именно по системе культура здоровья. Так что вот эта система, Александр Николаевич, а я вам скажу, что с помощью этих учебников уже заняли мы более пяти грантов. На разные возрастные категории детей, подростков, студентов и населения, как оптималистам, так и аметистам. Мы проводим много лекций для населения. У нас есть специальная группа профессионалов, которые читают лекции как в детских стадах, так и в школах, средних и высших учебных заведениях. Также мы работаем с трудовыми коллективами. Здравствуйте, соратники. Я попытаюсь сейчас рисовать ситуацию, которая у нас сложилась в Челябинске, немножко отчитаться по Челябинскому региональному отделению по молодежи в СССР. Сейчас мы разговаривали буквально о том, что в регионах, конечно, нужно активизировать сильную работу с администрацией, с муниципальными округами, и мы в этом плане работаем активно. Но стоит сразу же сказать, что работа по просвещению трезвичному в любом регионе, она натыкается, конечно, на внимание именно конкретных людей. А эти люди — это комитеты по молодежной политике, допустим. И, конечно, не хватает образованности у нашей административной структуры. Что же было сделано за эти несколько лет, когда мы включились в работу трезвичного движения Челябинскому региональному в СССР? Мы провели совместно с другими организациями в седьмом году в начале хороший семинар на 600 человек, куда пришли все структуры, госнаркоконтроль, педагоги, и, в принципе, закрутили мощную такую работу по школам. И в итоге в области около 50 школ мы уже охватили, это тысячи школьников, и постоянно эту работу ведем в этом плане. Но множество вузов, СУЗов уже охватили. За эти несколько лет сотни дисков были распространены и дали свой эффект. В школах даже без нас уже директора, соцпедагоги распространяют, режут эти диски, показывают. То есть я узнаю уже от людей, незнакомых мне в этой деятельности. Тысячи брошюр мы распространили, в том числе и Клименко, и других сборников брошюр, которые нам известны. То есть эта работа, это основа, то есть само собой, разумеется, это все идет. В Министерство образования мы стали работать таким образом. Через госнаркоконтроль мы послали им письмо, чтобы они рекомендовали нашу программу, составленную по урокам культуры здоровья. Это три урока по 45 минут, составленные педагогами нашей организации из школ районов города, городских школ. Два педагога и одна студентка, которая обучается тоже на педагога, составили такую программу. Запрос дали в Министерство. Ответа никакого, полностью замолчали, но это потому, что мы дали через госнаркоконтроль. И мы сейчас будем напрямую с ними начинать работу. Сейчас потихонечку формируется коалиция, грубо говоря, то есть союз нескольких общественных объединений, которые направлены на трезвость и правильно воспринимают этот вопрос. В первую очередь, естественно, это родительское собрание. Екатеринбург, Челябинск активные есть точки. Ну и также и другие общества, которые мы пытаемся объединить в этом плане и работать вместе совместно, иметь мощное представительство трезвой России в Челябинске. Мы пишем письма и работаем с администрациями очно-заочно, по-разному. И понимаем, что без работы именно с людьми, которые принимают решения, добиться подвижек мы не сможем. И вот ради этого, для этих целей мы активизировали работу в законодательном собрании области. И там у нас создан такой рекомендательный орган, как молодежная общественная палата. И сейчас уже за полгода работы около 10% представителей этой молодежной палаты, они полные трезвенники, то есть активисты движения. Мы их туда продвигаем, чтобы хоть как-то влиться в это движение наше, властных структур, чтобы иметь больше возможности лоббировать интересы здоровья и трезвости в нашем обществе. В СМИ, может быть, даже рекомендовать какие-то стоящие законодательные акты в нашем засовок. Просто хотя бы напоминать об этом им, без всякой, то есть даже надежды на то, что это реально что-то изменит, но тем не менее. Регулярно в Челябинске проводятся курсы по методике Геннадия Андреевича Шичко. И проводятся, Игорь Николаевич Воробьев проводит регулярные курсы в ДК, говорится, культуры ЧТЗ, и Евгения Николаевна Гусарова проводит в рамках миссионерского отдела епархии Челябинской и Златоустовской. То есть такие курсы, то есть эта работа ведет и на сайте, кстати, который был создан недавно, наш региональный сайт, мы его постоянно дорабатываем, работаем над ним, но мы эти новости все размещаем, которые проходят у нас в городе. Мы пытаемся привлечь на эти курсы как можно больше людей, чтобы не только иметь возможность помогать тем людям, которые хотят освободиться от такой зависимости. Также надо заметить, что ФСКН наградила Олега Бушуева премией «Золотой орел» за выдающиеся заслуги в профилактике наркозависимости среди молодежи. Что касается работы в движении «Молодежь за трезвую Россию», мы провели два отличных съезда в 2008 году, в феврале и июле, выявили хорошую команду межрегиональную, кто-то более активен, кто-то менее активен, но самое главное, что созданы рабочие группы, научно-исследовательская рабочая группа и молодежная дизайнерская группа. Главной целью дизайнерской группы является выявить из трезвого движения тех молодых людей, или даже не молодых людей, которые занимаются именно донесением информации в каких-либо декоративных формах, и чтобы такие люди имели точки приложения именно в трезвости, потому что они заняты профессиональной работой, а тут они могут конкретно работать в проектах по трезвому образу жизни и в будущем стать хорошими профессионалами, и, допустим, как мне понравилась, видимо, естественно, заказная работа, атака, которая вам представлена всем, в принципе, хороший материал по профилактике, я считаю. То есть такие материалы должны быть у нас тоже какие-то единообразные. Делать заказы в муниципальных органах, то есть нам, допустим, Министерство области выделило на 2009 год где-то около 50 тысяч рублей только на полиграфическую продукцию, и почему бы нам, всероссийские, могут таким не сделать хорошую вот эту листовку, донести информацию очень красиво, используя ресурс финансовый наших муниципальных образований. Также создана редколлегия газеты «Мы молодые». Также мы работаем и призываю всех, все регионы работать с нами, высылать информацию по молодежному трезвенческому движению, инициативам в сфере детей и подростков по трезвости, чтобы мы могли доносить эту информацию до всего трезвенческого движения посредством нашей газеты «Мы молодые». Другой проект, который мы реализуем в Челябинске, это проект «Дай вздохнуть молодым», направленный на... Это проект как бы тоже от «Молодежь за трезвую Россию» и всю молодежь, которую я знаю, в Координационном совете, я пытаюсь подключить, чтобы они эту инициативу брали на себя в регионах. В чем суть? Суть в том, что есть закон, который ограничивает... В принципе, вы знаете, Кирилл давно уже публиковал об этом, о том, что вокруг школ запрещено торговать табаком. И интересный опыт тоже в этом есть. Глупые, тоже лицемерные заявления юристов, тех бизнесменов, которые работают и продают табак, то есть абсолютно... Потому что им легче заплатить своим юристам, чем штраф этот платить, легче задержать это дело, то есть надеясь на то, что проскочит, на то, что пройдет как-то. Ну, ничего, мы работаем и готовим к весне, к 31 мая интересный материал, федеральную прокуратуру со всех регионов, а сейчас подключилась уже официально к этому проекту, ну, как официально, который я вот знаю, уже 5 или 6 регионов, то есть мы обменимся опытом и создан отдельный ресурс по обмену опытом, то есть выложены все эти статьи с разными вариантами таких действий. То есть мы в этом плане работаем. Тоже интересный проект в Челябинске. Только в области Челябинска я уже подключил трех юристов. Кто-то работает профессионально, кто-то в другой сфере, но они квалифицированные юристы, которые будут в этом работать. В планах, конечно же, привлечь антитабачную коалицию, адвокативную, да, как она называется, коалицию, к этому вопросу и работать с ними. Это у нас в планах. Мы с ними обязательно свяжемся. В регионах тоже юристы работают в этом плане. В Ильяновской области тоже молодой юрист помогает нам, вопросы какие-то решает. То есть, в принципе, тут дело простое, но все равно интересно. Мы приняли решение издавать интернет-журнал в Белоруссии под названием «Сабриология». Академическое издание будет, причем русско-английский в полном варианте. Главный редактор Разводовский берется за эту работу. И небольшой тираж у нас будет, ну, обычный бумажный вариант. А так вот, в целом, такой пойдет. Русско-английский пойдет на весь мир. Теперь мир будет точно знать, что делается так у нас, и что там мы будем тоже с вами знать. Членами редакторе являются профессор Карпов, профессор Кривоногов, я, еще несколько человек, кто занимается этой темой серьезно. На сегодняшний день газета «Наша соратник основная», но ее приложение «Подспорье», «Мы молодые», и газета «Православного братства трезвения» распространяется в 750 адресов по России, Украине, Белоруссии, Казахстане, и один адресат у нас есть в Литве. По России подписчики у нас находятся в 72 регионах подписчики. Ну и общий тираж по соратнику был последние три месяца, вот кроме ноября, 5300 экземпляров. Это благодаря нашим самарским соратникам, которые вот четыре месяца назад подписались или заказали, сделали заказ на тысячу экземпляров, три месяца получали, правда в ноябре они снизили до 500. Я надеюсь, они выступят и расскажут, почему они так сделали и как они это сделали. Газета «Мы молодые», которую, кстати, Владимир Георгиевич в своем докладе назвал редактором, но не назвал редактором этой газеты, нового редактора, Сейму Андрея и его помощников. Там целая редколлегия создана, молодые ребята, молодцы, разгрузили. Вот меня в этом плане очень большая помощь с их стороны. Ну и самое главное, что и газета приобрела не только новую редколлегию, но и новое лицо. И не только в форме, так сказать, первой страницы, но и по содержанию. Естественно, молодые мыслят уже иначе, чем мы, и иначе многие вопросы понимают и поднимают их. Поэтому я очень благодарен. И единственное призываю всех, кто работает с молодежью, кто имеет материалы для этой молодежной редакции, газеты, направлять в эту редакцию напрямую. Ну и по газете, значит, вот то, что сейчас зачитал Андрей, вопрос, я согласен, скорее всего, все-таки с мнением Николая Трифоновича, что развивать этот ресурс надо и вкладывать, очевидно, придется, потому что на общественных началах, то, что у нас содержится сайт СБНТ, на общественных началах Батраков, вообще, так сказать, на голом энтузиазме держит сайт, один, кстати, из лучших трезвенческих сайтов, сайта «Оптималиста» по содержанию, по наполнению. Конечно, на общественных началах это тяжело, и нужно привлекать специалистов, и нужно, очевидно, вкладывать сюда деньги. Как это делать, как это осуществлять, я, честно говоря, не знаю. Более того, я вынужден отказаться и от того предложения Андреева стать редактором этого интернет-ресурса, потому что я в этом, ну, мало чего понимаю, грубо говоря. Поэтому трудно мне браться за такое дело. Но газету похоронить, газету похоронить на сегодняшний день, я считаю, это тоже недопустимо, потому что это единственное, вот материальное, связующее нас звено, единственное материальное, связующее звено. Это во-первых. А во-вторых, все-таки газета, хотя в основном, конечно, она рассчитана на нас, на соратниках, на людей грамотных, тем не менее, какое-то количество и немалое количество материалов тех, которые нужно и можно давать людям для просвещения. То есть это та материальная вещь, которую можно вручить нуждающемуся или при любой беседе на эту тему, вы можете дать, так сказать, показать это материально, что это движение существует, и что оно вот имеет такие-то взгляды, такие-то, так сказать, материалы распространяют. Пожалуйста, знакомьтесь. В конце концов, призвать подписаться. Ну и третья причина, это в том, что на сегодняшний день все-таки далеко не все имеют интернет-ресурсы, вернее, могут пользоваться интернет-ресурсами далеко и далеко не все. Ну, я не готов назвать цифру, но думаю, что не менее половины такого доступа не имеют, хотя бы вот судя по переписке. Значит, поэтому второй вопрос, который уже поднимался на Координационном совете вчера, это предложение изменить лицо газеты, изменить лицо газеты, то есть сделать ее более яркой, издавать ее на более, так сказать, ну, на белой, скажем, плотной бумаге, которая, ну, более приятно и самому держать в руках, и читать, и давать, естественно, такую газету лучше. Но тут я могу сказать сразу, что это связано, естественно, с ее удорожанием. Если сейчас газета вот в черно-белом варианте 4 рубля, стоимость ее оценена, так сказать, а с цветными первой, восьмой страницей 5 рублей, то та газета может вылиться, я думаю, рублей в 10. Вот, и я не уверен, что все с радостью, так сказать, воспримут такое изменение в цене газеты. Уронить же этот тираж, скажем, с 5 тысяч до тысячи, или там до 500 экземпляров, чтобы, ну, вот как сигнальный листочек восполагать, ну, вы понимаете, что это тоже приведет к удорожанию. Чем меньше тираж, тем дороже цена газеты, цена единицы, так сказать, этого. Поэтому тут тоже вопрос сложный. И я считаю, что 5 тысяч экземпляров на всю нашу матушку Россию, плюс еще Украина, Белоруссия, хоть там мало, но тем не менее они есть. Это, ну, тот минимум, от которого отступать бы, в общем-то, и не следовало. Поэтому, я думаю, отказываться на сегодняшний день, по крайней мере, было бы неразумно, с моей точки зрения. Вот это, что касается газеты. Значит, ну, и поскольку уж я вышел на трибуну, я, как зампредседателя, занимающийся более-менее оргвопросами, или занимающийся этими вопросами в меру сил, доложу вам еще вот о чем. Значит, ну, вот последние два года, благодаря распространению лекции Владимира Георгиевича Жданова на дисках, и особенно в интернет-ресурсах, а, я не знаю, не могу назвать точно, но я думаю, что несколько десятков уже интернет-ресурсов, сайтов, разместили его лекции. И благодаря вот этому информация пошла в молодежную среду, и сейчас люди, которые неравнодушно относятся к этому, выходят на наш сайт, там мои координаты выходят на меня, пишут письма, значит, просто письма узнают, как, что делается, пишут непосредственно, конкретно заявление о вступлении в СБНТ. И сейчас вот в последнее время, особенно вот в этом году, эта работа для меня стала, ну, просто вот каким-то потопом. Я совершенно не справляюсь с этой работой. Ну, вот, для примера назову, что сейчас вот, ну, после Еланчика у меня было, скажем, 240 писем в ящике и отставание порядка месяца. Сейчас вот, когда я уезжал, поскольку я две газеты подряд тут делал, рассылка занимает массу времени, у меня уезжало было 350 писем в ящике. Вот в Челябинске я, там я и задержался, на 30 писем успел ответить. Поэтому единственный для меня, вот, ну, для меня, для нас, скажем так, выход, это создание работающих региональных отделений, председателей или там их представителей, в регионах, на которых я просто мог бы людей адресовать, и они занимались. Этой работой я, естественно, занимаюсь в течение всего этого года. И вот из тех же соратников, которые вновь появились, удалось воссоздать несколько региональных отделений, несколько новых отделений создать, где таковых у нас вообще, в принципе, не было. И на сегодняшний день картина такая. Наши соратники, представители, члены СБНТ, присутствуют на сегодняшний день в 69 регионах России. Отделения СБНТ, ну, имеется, так сказать, имеется председателем его координаты, так сказать, в 63 регионах. Ну, правда, вот в 9 регионах это, ну, можно сказать, формально, то есть есть единственный человек, на сегодняшний день, который готов, так сказать, заниматься, создавать, развивать. Ну, в любом случае, у нас сейчас, на сегодняшний день, есть реальных, не менее 50 региональных отделений, которые мы можем подтвердить в Минюсте, где угодно, то есть это к вопросу о регистрации, что, в принципе, мы готовы подтвердить свою регистрацию или бы, там сказать, пройти перерегистрацию, если это потребуется. Но наше дело извлекать уроки из наших ошибок, наших каких-то, может быть, не совсем правильных форм работы и направлений, и это очень важно. Тем более, что сейчас я вижу наплыв молодежи, и надо, чтобы они снова не наступали на грабли, как мы в свое время, чтобы меньше делали ошибок. И самое, конечно, и важное, это на основе чего должно вообще существовать наше движение. Ну, ясно, что на основе трезвости. Но не всегда все вот так однозначно эту проблему понимали. И часто случалось у многих людей, наших соратников, стремление непременно эту трезвость хоть с чем-нибудь, но объединить. Ну, мало одной лишь только трезвости. В самом начале, в зародыши, было стремление, чтобы наши движения хотели подмять организации патриотического толка. Они хотели, чтобы мы в них вошли, растворились, в них стали составной частью, были частью патриотического движения. Ну, понятно, что все трезвенники – это патриоты, поскольку хотят, желают счастья своей земле, своим народам. Но быть конкретно лишь составной частью вот этого патриотического движения – это слишком узко. И я помню съезд, на котором Владимир Георгиевич героически сражался против слияния нашего трезвого движения с патриотическими силами в Новосибирске. Отстоял независимость нашего движения. Никуда нам сливаться ни с кем не надо. Мы должны быть сами по себе. Было стремление еще объединить трезвость, слить, скажем, с таким хорошим, в общем-то, направлением, как стремление к здоровому образу жизни. Они чем-то похожи, они близки, но опять это не одно и то же. Вот тут парадокс. У нас в странах СНГ десятки миллионов людей стремятся к здоровому образу жизни. Десятки миллионов. И лечатся, и самолечением занимаются, и разные видны физкультуры спорта. Десятки миллионов. А трезвый образ жизни ведет гораздо меньше людей. Дело в том, что в нашем менталитете наших стран здоровье очень хорошо сочетается с культурным умеренным потреблением. У нас десятки миллионов людей, которые тщательно следят за своим здоровьем, но это нисколько не мешает им по праздникам выпивать бокал шампанского или красного вина и так далее. Получается, что вот это движение за здоровый образ жизни, оно совершенно не означает автоматически, что эти люди будут трезвыми. Значит, трезвые движения – это несколько все-таки особое. И сливаться с тем движением тоже нельзя. Есть такая утопия, что спорт поможет в трезвлении. Это вот полная утопия. Наш спорт в наших странах никакой трезвости не ведет. Я могу это сказать совершенно точно, потому что вот провел исследование у себя в Красноярске на факультете физической культуры и выяснил, что там примерно 95-97% спортсменов, будущих тренеров, спортсменов и так далее, употребляют алкоголь и 20-30% употребляют табак. То есть физкультура, спорт никакой трезвости не ведет. А есть среди нас утописты, которые считают, что мы вот если сядем все на велосипеды и вместо этой говорильни, скажем, сделаем белопробег Нижнекамск-Москва, то толку будет гораздо больше, чем то, что мы с вами обсуждаем. Есть такой деятель у нас в Белоруссии, который почему-то уповает на спорт. Это утопия. К сожалению, при идее этот спорт должен был бы вести к трезвости, но не ведет. Объединяться в этом плане мы тоже, значит, трезвость это что-то другое, чем просто спорт. Я еще мог много бы вспоминать нашу историю и должен все-таки сократиться и сказать, что единственным стержнем, подчеркиваю, единственным является настолько трезвость, которая выражается в науке сабриологии. Это единственное, чем мы должны заниматься внутри нашего движения и больше ничем. Когда заниматься начинаем чем-то еще и тащить это что-то еще в нашу трезвость, сразу же начинается разногласие, разнобой и так далее. Мы уже вчера много обсуждали отношения к религиям. К религиям отношения должны быть абсолютно нейтральны. Мы живем в стране очень большой, есть люди разной конфессии, есть люди верующие, неверующие. И объединиться под эгидой трезвости мы можем только в том случае, если мы не будем делать внутри нашего движения упор на какую-то конкретную конфессию. Это совершенно не понравится представителям всех других конфессий или неверующим. Иначе должна быть такая этика. Внутри трезвенческого движения нет никаких верующих, неверующих, православных, иудеев, мусульман. Внутри. За пределами, пожалуйста, мусульмане, православные, неверующие и так далее. Естественно, это само собой. Внутри трезвенческого движения мы все только трезвенники. Это нас спасет от раскола вот по этому конфессиональному признаку. Точно так же мы продекларировали то, что трезвенники могут быть представителями разных политических взглядов и течений. Только так мы можем объединиться. Но можно ли сказать, что мы всегда вот эти принципы нейтрального отношения к религиям, нейтрального отношения к политическим партиям, всегда это у нас соблюдалось? К сожалению, нет. В разные периоды начиналась агитация за конкретную партию или за конкретную конфессию. И я бы тут должен сделать, что не все мы такие нетактичные, все время ошибаемся. Я хотел бы сделать, особенно здесь, вот на этой земле Татарстана, комплимент в сторону мусульман. Здесь, наверное, есть представители этой конфессии, наверное, есть. Татарстан славится трезвенческими организациями. Но никогда, за много лет, я не слышал, не видел попыток мусульман пропагандировать ислам на наших мероприятиях. Я даже не знаю, кто здесь из нас мусульмане. Они это тактично не выпячивают и делают совершенно правильно. Молодцы. Я думаю, что Татары, особенно, среди мусульман, самые тактичные в религии. Хотя уверены, что они уважают свою религию и так далее. Но не все конфессии вот так тактично себя ведут. И некоторые начинают считать, что наше движение должно быть обязательно связано жестко с какой-то религией. Были попытки превратить наше движение в православное движение. Ни в коем случае этого делать нельзя. У православных есть свое трезвенческое движение. Если хотите непременно связать с православием, туда можно идти. Но наше массовое движение не должно быть ни православным, ни атеистическим, ни мусульманским. Только трезвость объединяет всех нас. За пределами движения все мы можем быть там, кем угодно. Внутри трезвенческие движения мы только трезвенники. Ну, я немножко сокращусь. Мы много чего наработали в матре. Хотел бы поговорить, вот то, что мне просил Владимир Георгиевич, о конкретных направлениях. Форм работы и направлений работы очень много. Мы насчитали где-то чуть ли не 40, а может быть даже их еще больше. Много конкретных приемов работы. Но наша задача не просто использовать разные виды методов работы направления, но выделить главное стратегические и, может быть, ну, менее главные, не такие уже стратегические. И вот здесь тоже иногда бывает, что в некоторых наших городах, я бываю в многих городах, развиваются успешно направления, может быть, не самые главные, а самое главное игнорируются. Это уже слабость. Чем важнее данное направление, тем больше на него должно быть направляться наших вниманий, сил, усилий. Если это вот распределение наших усилий не соответствует стратегии, это наша слабость. Какие направления я бы назвал наиболее приоритетными? Я насчитал их шесть. Первое, это, конечно, работа с властью всех уровней, от председателя сельсовета для администрации и до президента, с милицией местной, районной, областной, городской. Кстати, вот в документе «Объединенная трезвая Россия» прекрасно расписано именно это самое главное направление работы, номер один. Почему с властью? Изучение опыта разных стран показывает, что народ, отрезвляют, к сожалению, не общественные организации. Они помогают отрезвлять, да, значение огромное. Но нигде не было случаев, чтобы именно общественные организации резко отрезвили народ. Отрезвить может только власть. А наша задача на эту власть влиять. У нас есть такие парадоксальные государства. Трезвенческое движение развито очень слабо, а ситуация алкогольная прекрасная. Трезвость. Почему? Потому что отрезвлением занимается государство. А трезвенческие организации почти роли не играют. Есть парадоксальное наоборот. Вот можно сказать Александр Николаевич. Прекрасное, мощное трезвенческое движение, грамотно, много клубов, но государство не воспринимает его, проводит политику спаивания, и страна пьяная. Парадокс. Парадокс. Есть здесь слабое трезвенческое движение, а страна почти трезвая. Мощное трезвенческое движение общественное, а страна пьяная. Потому что все-таки в конечном продукте государство, в итоге государство отрезвляет государство. А наша задача влиять на государство. Мы это делаем. Примеров много, положительных много примеров. Но если в одних городах, областях, в организациях трезвенческих есть это направление, присутствует, работает, то во многих нет просто. Не работает ни с местной властью, ни с депутатами, ни с милицией. Ну вот конкретный пример сегодня положительный привел наш лидер молодежного движения. Есть законодательство. Хоть хилое, слабенькое, но антитабачное, антиалкогольное законодательство есть. Во многих городах и оно нарушается. Даже те законы, которые есть, нарушаются. Вот привели пример. Нельзя торговать табаком ближе 100 метров от школ. И есть целые области, города, где продают и в 20 метрах от школ, и в 30 не соблюдается закон. И нужно нам делать так, чтобы закон начал соблюдаться. С разными успехами это там, где делается, там это происходит. То есть под лежачей камень вода не течет. Я приведу один, единственный пример по Красноярскому краю. У нас есть один закрытый город атомщиков. И там, как и везде, вышел указ с 2005 года киосков табачных около школ 100 метров быть не должно. Возникла там совершенно небольшая трезвенническая организация, ну буквально 2-3 человека. Два года спустя они подсчитали и выяснили, что 25 киосков стоят непосредственно в близости от школ. Они написали одно единственное письмо мэру города. Одно единственное. Через месяц все киоски были убраны. Не хватало одного письма, но мэр не может знать все законы, их же там тысячи, даже юристы на память все законы не помнят. В других местах, конечно, труднее. Где-то пишут, пишут, десятки пишут, сотни пишут, ВОЗ и ныне там, но дорогу осилит только идущие. Не надо, чтобы опускались руки. Может смениться мэр, могут смениться депутаты. Ситуация может рано или поздно измениться в лучшую сторону. Второе направление, стратегическое. Это, конечно, средства массовой информации. Наша война, это война информационная. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Газеты, радио, телевидение. Ну, конечно, в последние десятилетия на первое место вышло по значимости телевидение, но и газеты забывать нельзя. Просто нужно лоббировать интересы трезвости во всех газетах, радиотелевидения. Как в общих газетах, так и сюда примыкает наша собственная пресса трезвая. Каждая газета, редактор каждой газеты должен быть колпаком у местной трезвенческой организации. Ходить туда, звонить, требовать, хорошее напечатание, всем хвалить, плохое напечатание, антитрезвое, ругать и так далее, и так далее. Следить полностью, что происходит в прессе хотя бы своего региона. Без изменения массовой информации общественное мнение не поменять. Это вот второе направление. Третье, очень перспективное направление, я хочу напомнить, что с него практически началось наше трезвенческое движение, это лекции. Лекции публичные, лекции в институтах, лекции студентам, лекции учащимся, уроки трезвости. Вот это очень демократичное, много можно аудитории охватить этим видом работы. Очень важное направление. Надо готовить новых лекторов. Лекторов что-то маловато. Вот мы уже сколько, 25 лет, посмотрим, чьи диски распространяются. Две, три фамилии. Да я не верю, что у нас хороших лекторов на всю страну, Жданов, Майоров, и Гривоногов, и все. А купить, достать мне, допустим, какие-то другие диски, я не знаю. А мне говорят, кто часто ездит по стране, что в разных регионах встречаются хорошие лекции. Почему их диски здесь не продаются? Люди по психологии разные. Некоторые говорят, ну как, у нас есть гениальный один лектор, Жданов, кто еще нужен, кто лучше его прочитает? Вот его и надо одного распространять. Конечно, это самый гениальный лектор за всю историю трезвенческих движений. Мой учитель, я у него учился, подорожал часто, и сейчас еще очень много беру. Но дело в том, что люди все психологически разные. Разные характеры, разные психологии. Кому-то может подойти один лектор, какому-то второй больше понравится, третьему третий, а если 20-30 будет лектор, всегда найдется хотя бы один, который именно этого конкретного человека подействует. Поэтому я считаю, что вот здесь вестибюле должно продаваться лекции на видеодисках не двух, трех, четырех человек, а 20-30-40. Что же, обеднело, что ли, земля русская? Следующее направление очень важное, это да, после прессы третье, четвертое, это как раз диски и есть. Массовое распространение дисков. Я хочу напомнить, что наше массовое движение началось с распространения магнитофоновых катушек с лекцией Жданова. Потом стали видеокассеты, потом диски. Важнейшее направление. Они должны исчисляться у нас с вами не тысячами, не десятками тысяч, а миллионами уже. Тем более, это сейчас по цене не так и дорого. Если взять ящик чистых дисков оптом, он обходится буквально в 6-7 рублей штука. Ну что это за деньги? Если у какого-то клуба появилась какая-то сумма денег, вносов там, или там грант выиграли, еще что-то. Вот самое лучшее применение, куда использовать эти деньги, это сделать сотни тысяч, десятки тысяч, копий, лекций разных самых лучших лекторов и снабдить им все школы, подарить каждому завучу по внеклассной работе всех школ своей области или края, каждому учителю по ОБЖ, здоровому образу жизни, каждому депутату вручить, каждому мэру города и так далее. Но лучше продавать. Почему? Не потому что тут какой-то есть меркантильный интерес, а потому что давно замечено, что если человек за что-то деньги заплатил, то он это обязательно посмотрит. А вот когда бесплатно раздаешь, 100 дисков раздал, 70-80 будут пылиться на полках, их даже не посмотрят. Уже проверено, поэтому лучше продавать. Тем более, на полученные деньги можно снова и снова запускать в оборот новые диски. Пятое направление это, конечно, интернет. Именно интернет привел к тому, что сейчас у нас начинается рост числа молодых людей. Все чаще и чаще появляются соратники, которые отрезвели через интернет. Там есть все, там есть наши сайты, есть там наши записи, лекции и так далее, и так далее. Это мы сейчас видим. То, что было недоступно в 90-е годы, в 80-е, сейчас вот это новое направление. И шестым направлением из самых главных шести я бы назвал метод Шичко. Ну, правда, метод Шичко, скажем так, можно разделить на две части. Метод Шичко, когда в зале сидят культура пятищики и тот же метод Шичко, но когда в зале сидят алкоголики. То и другое вполне может быть. Так вот, я имею в виду на шестом месте, тогда, когда сидят в зале культура пятищики. Но, как привлечь культуру пятищиков, скажем так, напишите объявление избавления от алкогольной зависимости. Кто из культуры пятищиков придет? Но, очень островно вышли из положения наши соратники, в частности, Владимир Георгиевич Данов, когда этот метод, он соединил с другими направлениями, которые привлекают культуру пятищиков. В 90-е годы это был лишний вес, правильное питание, чистка организма, а в последние годы чаще вот метод беется по коррекции зрения. Приходят люди исправлять зрение, и культура пятищики и заодно отрезвляется. Это превосходно. При этом надо иметь, что сам метод беется, коррекция зрения, никакого, ни малейшего отношения к нашему трезвому движению не имеет. Абсолютно. Это за рамками. Но, как завлекалочка, чтобы отрезвить именно культуру пятищиков, прекрасный прием. Вот эти шесть направлений основные, кроме того, есть еще не меньше 30-40, более второстепенных, даже совсем маленьких. Например, мне иногда от соратников приходят письма, а на конверте штампик «Трезвая Россия». Мелочь. Но если таких мелочей сотни, или вот мне просят почему-то, очень понравился Владимиру Георгиевичу метод, мы использовали у него редко в Красноярске, как фото пикетов. Ну, что такое фото пикет? Пикет, понятно, люди встали с щитами, чего-то добиваются. Надо сказать, что это довольно хлопотно. Зимой холодно. Прохожие могут относиться к пикету по-разному. Кто-то может похвалить, а кто-то, может быть, так сказать, всякие гадости будет говорить, плеваться, камни кидать. Тяжело. Но дело-то в том, что сам пикет, стоящий на улице, не так уж много людей пройдет мимо. Гораздо сильнее его действия, если фотография с этими плакатами, с пикетчиками, с информацией, чего они добиваются, пройдет в газете. Вот тогда его значение резко увеличивается. Ну, так пройдет за день, там, 500 человек мимо. А опубликовали в газете от тираж 20 тысяч. 20 тысяч увидели этот пикет. А потом мы подумали, а зачем тогда сопли, морозики вообще стоять? Мы собираемся на 5 минут во дворе с плакатами. Фотографируемся, информацию, и во все газеты никто не мерзнет, никто горячий кофе к ним не приносит. 5 минут, все дела. Я, надо сказать, не сам придумал эту форму, я увидел однажды подобную форму телепикет в каком-то американском фильме. Там группа людей против чего-то собиралась американцев протестовать. Вот они пришли в определенное место с плакатами и не пакетируют, сидят, отдыхают, чего-то ждут. Чего ждут? Телевизионщиков. Приехали телевизионщики, тут же все стали с плакатами, стали ходить по кругу, что-то там петь или выкрикивать. Три минуты снимают телевидение, потом собрались свои шпаки, уехали, пикетчики собрали плакаты, разошлись, все, зачем дальше-то ходить? Зато сколько телезрителей их увидят? Может быть, даже миллионы? Ведь те многие наши мероприятия, которые мы делаем, они ценность не сама по себе данных мероприятий, а то, что о них узнает население вашей территории. Ну, например, собралось 10 соратников на собственную трезвую конференцию обсудить проблему детского подросткового пивного алкоголизма. Ну, к примеру, самая острая проблема. Собрались они в каком-то помещении, обсудили, обговорили и разошлись. Какой толк для данной области от этого мероприятия? Ну, фактически, нулевой, правильно? Кто о них знает? Кто их слышал? Но они сделали информацию своей идеей, что они хотят, чего они хотят, какие выводы и послали в газету. А газета это опубликовала. Вот тут-то и будет эффект. В первом-то случае никто о них не слышал, не знал. А во втором-то есть тираж газеты. 10, 20, 30 тысяч. Получается, не сколько самого мероприятия, при каком-то пользе, приносит, сколько информация об этом мероприятии. Великолепно. И вот таких вот методов более-менее второстепенных, ну, не скажем второстепенных, все важны. Их могут быть и 20, и 30, а молодежь, может быть, и новые придумают, которых я не знаю. перечислять можно в долг. Значит, у нас было записано, что основная стратегическая цель нашего движения «Трезвая Россия» это трезвость народа и четыре стратегических задачи. Это информационная подготовка общества к формированию трезвых убеждений, второе, расширение социального слоя, носитель, сознательного слоя трезвенников, организационное строительство трезвого движения, это третья задача, и принятие законов, обеспечив Россией трезвых народа. Я считаю, что эти задачи в принципе объединяют любые направления в трезвом движении, любые организации, любые клубы, отдельные граждане, которые участвуют. Дальше идет подробная расшифровка этого положения. Вот многие наши соратники получили газету и положили, и не прочитали. Это должно быть руководством действий. Я это покажу на примере с диском Владимира Георгиевича Жданова. Первую запись сделал, вернее, вообще идея появилась в 99-м году еще. На 95-летие Углова. Значит, первую запись мы сделали в 2000-м году, когда по договоренности с Владимиром Георгиевичем Ждановым мы решили создать фонд знания народа для того, чтобы юридически обосновать более активную деятельность в Москве. Правильно, Владимир Ильич? Да. И чтобы начать с сентября месяца проводить занятия Владимира Георгиевича Жданова. Ну и в августе Владимир Ильич приезжал к нам, выступил с антиалкогольной лекцией, она была записана. Тогда, так сказать, у нас еще денег не было, кстати говоря, техника не так была развита. Была сделана видеозапись, она первая начала распространяться. Потом, в 2002-м году я уже сделал запись более, так сказать, лучше, выступление в Краснознаменске. И как раз, так сказать, я стал активно ездить на Иланчик, в 2000-м году я не мог приехать. И стал активно пропагандировать этот метод для того, чтобы решать наши третические задачи. И к своему удивлению понял, что третики не понимают, о чем у них разговоры. Мало того, не понимают, они считают, что это не основная задача. В течение 2002-го года, 2003-го, 2004-го, мы говорили на Иланчик, не только я, Владимир Георгиевич, объяснял, так сказать, ситуацию, как пользу этим вопросом. А задача была простая. Надо было тиражировать выступление Жданова, вот, ставить там свой контактный телефон, адрес. Люди, которые, так сказать, просмотрели эту запись, они начинают в вашем местном регионе выходить на вас. Вот. Начинается, так сказать, работа с конкретными людьми. Вот. И поэтому в 2004-м году, когда ко мне обратились, так сказать, с православной среды, это Сергей Михайлов, я подсказал, как сделать запись. Она была сделана, называлась она «Алкогольный наркотический террор против России». Это, опять же, выступление Жданова Владимира Георгиевича в этом самом, в храме на Динамо. Правильно, Владимир Георгиевич? Против Святой Руси. Против Святой Руси, да. И вот Сергей Михайлов, нетрезвенник, пришел и больше всех, я считаю, на начальном этапе нам помог. Он активно участвовал во всех православных выставках, распространял там не только этот диск и другие диски, но этот диск тоже активно распространял. И диск стал разлетаться по всей России, в храмах стал появляться и так далее. Вот он нам на первом этапе помог. А некоторые трезвики до сих пор не понимают эту основную, одну из задач, так сказать, по пропаганде трезвости. Вот. И после этого, так сказать, уже стало это широко расходиться. Там потом и Довгань подключился, когда Владимир Юрьевич и другие предприниматели. То есть люди стали понимать, что диск надо распространять. И ту ситуацию, которую вы видите сейчас, она в основном создана именно широким распространением диска. Я подчеркиваю, это не основная задача, но первая задача, потому что статистика показала и в молодежной среде, и те, кто приходит на курсы, 98% людей приходят после просмотра диска Владимира Юрьевича Жданова. Вот. Я полностью согласен с Кривоноговым Виктором Павловичем. Надо и других пропагандировать. Но дело в том, что записи, так сказать, вот только, условно говоря, записи хорошей не было у Виктора Павловича. Сейчас мы его пропагандируем. Кстати, он тоже стали, люди приходить, посмотрев Кривоногова Виктора Павловича. Она была сделана буквально года 4, наверное, назад. Точно так же со всеми другими соратиями. То есть нужно применить просто организационные условия, записать себя и начинать распространять. По крайней мере, так сказать. И у нас появится масса других авторов. Вот, например, с Клименко. Клименко выступает, правда, не так ярко и хорошо, как Жданов, но все-таки в молодежной среде выступает против табака и пива. Его запись тоже начинает расходиться. Вот я сейчас покупал специальный диск, чтобы ему подарить, который распространят в Альмитиске. Вот, правда, о пиве, так сказать, выступление Клименко. Так же, как и брошюру, которую он написал, ну, составил, вернее, потому что там не только Клименко, статья есть и другая. То есть я хочу, что хочу сказать, что именно организационные условия надо применить для того, чтобы свою цель продвигать и получить результаты. С точки зрения нравственных отношений в нашем коллективе я полностью согласен с Виктором Павловичем. Мы не должны выходить за рамки трезвости то, что нас объединяет. Но с точки зрения организации нашей работы мы должны идти везде. И к властям, и в любые партии, и в любые, так сказать, конфессии, и к любым гражданам, и к бизнесменам. Я еще раз подчеркиваю, с точки зрения налаживания организационной работы. Вторая стратегическая задача это, значит, пропаганда, стратегия строится на второе, на научных и практических доказательствах, что только сознательная абсолютная трезвость является надежной основой творческого развития человека, семьи и общества. И тактика, в чем заключается? Тактика заключается на том, что мы должны бороться с причинами, а не со следствиями. Причины три основных, об этом все трезвники наши говорят. Первая причина это доступность алкоголя, вторая это наркотическая природа алкоголя, и третья, самая главная для нас с вами, для нашей работы, это запрограммированность человека на отравление алкоголями, табачными и прочими иными ядами и тассикантами. Причем вот эта запрограммированность, она является следствием того, что в обществе существует, я бы не сказал бы теории, надо все-таки другой термин пытаться применять, это ложные предрассудки по поводу, так сказать, умеренного употребления алкоголя. Это именно ложные предрассудки. Какой теории там нет, мы прекрасно все это понимаем. Так вот, так называемая теория умеренного употребления алкоголя, она является основной причиной запрограммированности. Против нее мы тоже можем успешно бороться, что делаем, то есть создав вот эту альтернативную информационную, так сказать, среду. Ну и последнее я хотел бы все-таки упомянуть, так сказать, вот эти основные носители и те информационные, так сказать, наши снаряды, которые надо использовать. Это алкогольный террор в России и пути его преодоления, полуторачасовая лекция Жданова в Краснознаменске. Вот это, так сказать, которое на первом этапе нам очень здорово помогло, помогла. Алкогольный наркотический террор против России, это для светской среды он называется, а православный он называется алкогольный наркотический террор против Святой Руси. Вот. Значит, два года назад была запись сделана русский крест, выступление Жданова по приглашению МВД Белоруссии, так сказать, эта кассета важна для того, чтобы работать с органами власти. Вот. В последнее время, так сказать, мы массово стали распространять Кривоногого, сабриологию, и еще раньше я начинал распространять, не знаю, почему сейчас немножко угасла работа, это запись трезвой миры Александра Николаевича Майрова. Причем, она была в двух вариантах, одна сокращенная, которая сделала, вторая более расширенная. Была такая запись, сам Александр Николаевич, видимо, не имеет возможности распространять, ее тоже надо распространять. Я считаю, хорошие, так сказать, нам показал пример Александр Николаевич, это книги, так сказать, тоже надо, так сказать, делать в электронном виде. Это вот алкогольно-аркотический геноцид России, его книга, и основа сабриологии. Точно так же можно поступить и со всеми другими книгами. Не только поместить их на сайте, кстати, действительно прекрасный самый сайт у Бодракова Евгения Григорьевича, но единственное, так сказать, Георгиевича, но единственное, так сказать, все-таки требуется подключение молодежи в дальнейшую доработку наших информационных ресурсов. Потому что информации много на сайте выложено, но она не структурирована и как бы не сделан путеводитель, чтобы человек, подключившись к этому сайту, мог быстро дойти, так сказать, до сути, до основных вопросов, представить себе структуру всех этих информационных материалов. То есть работа требуется в этом плане. Вот. Значит, из книг широко сейчас среди молодежи распространяется книга «Горькая правда о пиве», Клименко, составитель, так сказать. Я считаю, блестящая просто работа, всем надо иметь и распространять это, сберечь свободу, которую выпустил наш соратник по чеке-то. Молодой совершенно наш соратник. Я считаю, он прекрасно переработал материал, очень грамотно написана брошюра, четкая, емкая, главное, она короткая, ясная. Прекрасный пропагандистский материал. Вот. Прекрасной брошюрой сейчас стала, я выбираю трезвость, Сушинский все-таки Сергей принял, так сказать, некоторые наши, так сказать, замечания. Я считаю, что очень хорошее название у него был, единственный, так сказать, все-таки, зеленый поставить, разрешительный, а не запретительный. Здравствуйте, уважаемые соратники. Мне очень приятно быть на этом мероприятии, на съезде. С некоторым из вас мы уже знакомы. Я хочу рассказать о той небольшой работе, которая была проведена менее чем за год. Я не успел отчитаться летом на Иванчике. Но теперь я могу сказать, что на определенном этапе работа уже прошла, она будет продолжаться, работа в институте. Я являюсь ведущим специалистом отдела по работе с студентами Московского государственного индустриального университета. Можно переключить. Ну, отдел по работе со студентами, он был, в общем-то, открыт как раз после того, как я проявил свою деятельность трезвенческую в институте. То есть, долго это не могло сформироваться, потому что банально не было кадров. Ну, я один человек появился, сформировался отдел. Под него уже после меня вошло еще несколько человек. Можно переключить. Итогами работы на данный момент является написание и издание книги. Можно переключить дальше. А еще. Книга «Я выбираю трезвость», но это мой обобщенный труд, это, наверное, за два года. Издана книга была в институте, тиражом тысячи экземпляров. И была, она распространена среди студентов первого курса на празднике освящения студента далее. Также были разработаны, изданы и повешены в стенах института блокады. Далее. Вот плакат, например, «Дельтоплан и выбор трезвых». Мне мой друг рассказывал, что люди, которые культурно хотя бы раз в неделю пивают фужер-вина или бутылку пива, они не могут нормально управлять дельтопланом. Вот я вот так вот отразил на этом плакате. Далее. Издание и внедрение антитабачных плакатов, но это не мой дизайн, но я это, так скажем, пролоббировал. Это было издано за счет средств университета, и вы видите вот это вот на стенах института. Далее. Далее. Фото дизайна, издание и внедрение специальных плакатов, показывающих привлекательность трезвого образа жизни. На плакатах изображены молодые люди, которые не употребляют алкоголь и ведут трезвый образ жизни. Это мои друзья. Вот трезвость опора, вот так вот было представлено. Далее. Трезвость позитив. Далее. Трезвость сила. Ребята просто вот, ну... Да, то есть это не фотошоп, это реальная фотография, что могут трезвые парни. Я думаю, что это стоит в такой форме показывать. Далее. Трезвость красота, но трезвые девушки тоже это... Я думаю, что это очень важно. Далее. Трезвость свобода. Альпинист, фрилансер, музыкант, инженер, мой друг и активист движения трезвенческого Николай Борянов. Далее. Также я провожу примерно два раза в месяц. Чаще просто нет студентов. Лекции для студентов по темам, которые можно увидеть. В основном это лекции Жданова с некоторыми переработками. То есть за основу я взял лекцию Жданова. Я предоставил... Ну, в общем-то, я по книге ее веду по своей, которую я написал. Я выбираю трезвость. Свои некоторые данные, свои примеры, конечно, истории. Но в целом вот этот эмоциональный заряд, структура, она, конечно, была использована. Она очень важна. Именно вот эта структура далее. Ну и сейчас я учусь в аспирантуре написания кандидатской диссертации на тему проблемы перспективы формирования трезвого образа жизни студентов технического вуза. Далее. Я еще хочу буквально взять одну минуту максимум. Хочу сказать, что действительно сейчас в последнее время что-то происходит, такой очень положительный сдвиг. Мы видим пять лет назад, чтобы в институте висели такие плакаты, где правда и ложь об алкоголе, там трезвость выбора сильных и так далее. Это было невозможно. Сейчас это возможно. Вот я один появился, в каждом институте у себя может тоже таким образом проявить себя, пойти к проректору по социальным вопросам, в студсовет, в студправком, куда угодно набиваться. Эта активность, она видна. Инструкции действительно сверху уже в институты, во школы идут. Просто нет людей, которые хотят этим заниматься. Реально. Ребята, берите за дело, все получится. Спасибо. Спасибо. Я бы хотел выразить от имени нашего съезда огромную благодарность Федору Николаевичу Волкову за ту работу, которую он проводил для всего движения на Тургайке. Я бы хотел выразить, к сожалению, не знаю, почему не приехала Комарова Людмила. Илью в армию забрали. Илью в армию провожали, да. Я бы тоже хотел ей высказать огромную благодарность от имени нашего съезда Комаровой. Давайте мы тоже похлопаем. И я бы хотел, чтобы попала обязательно в газету и в протокол. Значит, у нас на сегодняшний день сопредседатели Трезвой России это Задерей Валерий Александрович, Жданов Владимир Георгиевич. Ну, я думаю, Бог любит Троицу. И есть предложение избрать еще сопредседателем Трезвой России Майорова Александра Николаевича. Нет возражений? Нет. До следующего нашего санта. Ну, давайте. Попробуем. Есть необходимость проголосовать. Ну, давайте проголосуем. Кто за то, что Оксана Николаевича сопредседателем против, воздержались. А что Александр Васильевич задумался? Александр Васильевич? А я просьбе Редактор Почему? Ну, ладно. Хорошо. У нас же ассоциированная сельскохозяйственная как медитанская астамолиста призывается. Хорошо. Ну, хорошо. Ладно. Значит, Александр Николаевич, еще одни погоны вам вешаем. Еще один хомут. Будем работать. Да? Хорошо. Значит, сейчас у нас еще один важный момент это выборы коллекционного совета, выборы председателя и, как Григорий Иванович, где он сумел это записать в устав, понять не могу. Оказывается, на съезде избирается правление. Мы забыли утвердить редактора газеты на ближайший период «Оптималиста». Это делается тоже на съезде. Ну, прозвучал разговор о том, чтобы подтвердить полномочия Батракова. Ну, если дальше будет работа идти, значит, сделаем. Кто за то, чтобы Батракова Евгения Георгиевича утвердить на предстоящий период редактором газеты «Оптималист»? Прошу поднять руки. Спасибо. Вроде воздержались. Один воздержался. Спасибо. Значит, сейчас вопрос о выборе председателя Союза борьбы за народную трезвость. Ну, кто-то по этому поводу... Я хотел сделать предложение именно по этому самому, по председателю. Я думаю, что все поддерживают это так же, как и... чтобы все осталось Владимира Черданова, как бы бессменный руководитель этого предложения. Ну, и на редакции Тарханова Григорий Иванович. Вот так же самое, потому что та работа, которая проводится именно этими людьми, я думаю, что он действительно бесценный. И такое предложение. Хорошо. У нас еще выступало несколько наших делегатов нашего съезда. Тоже были предложения по председателю конкретные. Есть ли какие-то другие предложения? Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы избрать председателем Союза борьбы за народную трезвость? Ждана Владимировича прошу проголосовать. Прошу упустить. Против? Воздержавшиеся? Нет. Все, единогласно. Поздравляем. Друзья, хочу сказать, что ноша очень тяжелая, очень серьезная, тем более с учетом вот всей создавшейся сегодня политической, экономической ситуации в стране, придется ему поднадужиться. Придется. У нас действительно был серьезный авторитет, на который мы опирались. Да, но нам надо всем, ему надо помогать. Поздравляю. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, я постараюсь оправдать ваше высокое доверие на этом посту. А сейчас нам надо избрать редактора газеты Соратник, редактора газеты Подспорья. Редактор газеты Соратник. Есть предложение утвердить на предстоящий период до следующего съезда Григорий Иванович Тарханова. Нет других предложений? Кто за это, прошу проголосовать. Спасибо большое. Кто против? Вы сдержались? Единогласно. Ну что ж, Григорий Иванович, успехов вам в этой работе. Вот уж кому нужна поддержка. Это не пригодилось. Самое большое. Правление, как правило, это люди, которые отвечают за работу в соответствующем регионе. У нас семь регионов по России. Семь, как они, федеральных округов. Ну, плюс здесь ответственный секретарь, плюс заместители. А поэтому есть предложение избрать. Значит, Тарханова Григория Ивановича, Дегтярева, Николая Трифоновича, это дальневосточный федеральный округ, с ним согласовано. Васильева, Маргарита Владимировна, ответственный секретарь. Глушенко, Анатолий Николаевич, это северо-западный округ федеральный. Сейма, Андрей, как он что? Андрей Александрович, да. Это молодежное движение и Уральский округ. Карпачев, Александр Александрович, это центральный федеральный округ, Москва. Коновалов, Сергей Владимирович, это Волговятское содружество, Приволжский округ. И Варанкино, Варанкино, Софья Николаевна, это южный федеральный округ, тем более, она там и живет, и постоянно работает, и очень часто бывает в Москве. Девять человек. Ну, Жданов, да, Жданов девятый, сверху я уже избранный. Значит, есть вопросы к нашим членам правления, есть предложение всех проголосовать. Кто за то, чтобы избрать правление в таком составе, Тарханов, Дегтярев, Васильев, Глушенко, Сеема, Карпачев, Варанкино, Коновалов. СБНТ России, да, да, это СБНТ России. Кто хочет, кто за это. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Значит, что касается секретариата, то у меня, как у председателя, есть предложение сделать тут такое распределение обязанностей. Значит, Васильева остается ответственным секретарем СБНТ, Тарханов Григорий Иванович, я предлагаю его сделать первым заместителем председателя Союза борьбы за народную трезвость, а Глушенко Анатолия Николаевича сделать заместителем и вот как раз руководителем вот этого вот секретариата, который там будет. Нужных людей он привлечет там, в Москве. Значит, еще здесь один момент, который у нас всегда было так, чтобы пять человек имели возможность собраться решить какой-то серьезный вопрос, политический вопрос. Ну вот, значит, Жданов прописан в Москве, Глушенко прописан в Москве, Васильева, в Москве, Карпачев, ну и любой другой подъехавший, пятый человек, тут уже получается, кворум, можно принимать любое решение. Значит, у нас наш Союз борьбы за народную трезвость, это организация всесоюзная, но сейчас это страны СНГ, поэтому мы сейчас с вами еще и изберем правление правления вот этого большого союза борьбы за народную трезвость, которое традиционно входит у нас представители и Белоруссии, и Украины, и Казахстана, ну и других республик, если на это есть, на это есть, так сказать, причины. Значит, есть предложение от Белоруссии ввести в правление Толкачева Валентина Андреевича и Разумовского, Разумовский, нет, Разумовский, Дмитрий, да, Дмитрия Разумовского, ну это активнейший у них член и председатель клуба, их оптималиста Минского, вот, то есть их ввести как члены правления вот нашего большого СБНД. Нет возражений? Нет? Значит, хорошо. Значит, от Украины. Предложения от Украины у нас были Жданов Павел Георгиевич, Крупская, Светлана Петровна, ну, наверное, Калинчук, Федор Михайлович, то есть трое. Еще есть у вас предложения какие-то? Я бы лучше отца его убил. Отца, да. Да. Что? Да. Давайте тогда, вот четверо будут в правлении большого СБНД. Это кто у нас пишет там? Ага, он говорит. Значит, по чеке-то Анатолий Иванович. Город Славутич. Город Славутич. Славуто. Славуто. Город Славуто, да. Город Славуто. Вот. И есть предложение ввести от Казахстана, от Казахстана, ввести Софью Львовну Евдокимову, и Федора, Федор, 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 из Павлодара, да, Федор Ковалев. Ковалев. И наш отец Дмитрий, как его? Кто у нас? Кто-то сказал. Это вот Данилов, он что ли? Топеев? А, он есть у нас, да? Ага. Топеев Дмитрий Михайлович. Это священник православный, соратник наших до мозга костей из Казахстана, из Северного Казахстана, из Петропавловской области. Нет возражений? Ну, надо до них довести это. Ну, доведем, конечно, естественно. И у нас от Литвы, Литовская республика, Чепелов Василий Иванович, очень мощный наш соратник, в общем, и связь с ним есть, тоже его ввести в правление нашего большого союза борьбы за народную трезвость. Нет возражений? Значит, кто за то, чтобы избрать правление СБНТ вот в таком большом составе, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Воздержались? Что? Воздержался? Единогласно при одном воздержавшемся. Основными направлениями в деятельности центральных органов и региональных отделений СБНТ определить работа с властями всех уровней в вопросе соблюдения действующего антиалкогольного и антитабачного антикурительного законодательства, как в области соблюдения этого законодательства, так и продвижения новых, более действенных законов, законов государственных региональных и местных программ. Второе, значит, ну не второе, вернее, это подпункты второго пункта. Всемирное распространение трезвеннической информации посредством видеозаписи, видеодисков с лекциями ведущих лекторов, сабриологов, размещения их в интернете, в интернет-сайтах и в электронных и печатных СМИ. Следующий подпункт. Проведение лекций, обучающих семинаров, конференций и других просветительских трезвеннических мероприятий в учебных заведениях и в различных трудовых коллективах. Следующий подпункт. Предложение управлением образования в регионах и центральном предложение управления образования внедрить в школьные программы уроков на основе учебников уроков культуры, 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 Время влияет на дни события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Время менять обещания строптивые, на это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честно любимые, завтра Россия зависит от нас. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, единая команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставить питься сильны? Кто, если не мы, Свободная Россия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok